включил в аудишене там тоже пишется вроде можно начинать шоу я включил запись голоса windows у нас с тобой знаешь именно ты должен сказать я я завел свой ferrari там я завел свою бенфи а я завел свою шестерку я тут видел я не знаю почему у меня не с хрена было в яндексе или где-то реклама ну то есть я где-то в яндексе я в яндекс дзене открыл какую-то статью из телеги знаешь именно instant view шичем но у меня там при этом все равно подгрузилась именно яндекс рекламы и там в тупую автомобили почему-то и там три тачки первое какой-то mercedes 60-х годов за 99 миллионов рублей вот в принципе да в принципе моего полета так сказать предложение второе просто lamborghini aventador стоковый 19 половина миллионов как бы вот вообще ничего замечательного ну это стандартно зачем в принципе вот именно такое даже ну зачем объявление выкладывать все так знают сколько она стоит и берут так вот и третье внимание это пятерка какая-то супер прокаченная за миллион такой разброс очень странные именно даже не в цене не в цене дело а именно вот в в каких-то предпочтениях странный разброс то есть ты типа да и либо попадешься на то что ты уже бен ну на то что ты уже этот bugatti или кто-то там либо ты уже пятерки да 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 ламборгини либо ты значит мерседес очень старый может быть это знаешь это типа всем закидывают такую и уже в зависимости от того что нажмешь у тебя уже будет нормальная более таргетированная к тебе реклама ну то есть опять же ламборгини вот ну в моем случае да просто ну не очень понятно кстати чтоб ты знал опять же если мы говорим про ремонт а мы видимо всегда будем говорить примет кстати подожди мы же не сказали почему вообще сейчас такое шоу и все-таки блин они же не сказали почему сейчас такое шоу причем шоу то нету никакого есть только в вайсоу ну слушай это уже это я считаю перформанс то что мы записываем это для всех сейчас в бесплатном режиме вот уважаемые подписчики с вами спешил спешил сурового веба который посвящен нашему пришел это пришел спешил так его наверное назовем то есть именно в таком формате в котором вы сейчас слышите мы записываем это для наших патронов каждый раз перед основным подкастом потому что в принципе у нас с никитой как вы могли бы подумать достаточно много что есть обсудить просто по жизни что за неделю так скажем произошло несмотря на то что мы подобное делаем на наших игровых стримах в четверг в принципе есть какие-то вещи которые они требуют какого-то более интимного обсуждения не вот так вот на камеры перед всеми там чтобы ржать орать там как-то что-то это все это все понятно но некоторые вещи хочется обсудить просто так тихонечко вечером в тишине один на один с микрофончиком и так далее в принципе это отдельный кайф поэтому да какие-то темы обсуждаем так поэтому не пугайтесь на этой неделе не будет классического сурового веба и вот почему на самом деле мы же в принципе периодически пропускаем неделю на самом деле по запись бывает как бы там да мы честно бывает конечно мы мы здесь не говорим о том что мы там идеальны безгрешны или что-то подобное нет ни в коем случае мы мы грешны и мы не идеальны так вот и короче говоря мы могли просто пропустить потому что во вторник мы ну не записались по причине того что как-то слишком сложно все было вот я беру на себя по алькаиде да мы сидим в среду вот и мы могли не сидеть я напоминаю мы могли просто вас кинуть на неделю и все без контента но мы решили что ну-ка окей мы уже во вторник привычно не собрались там ну а обычно мы готовимся то есть целое время на подготовку там целое дело а здесь мы просто решили заведем на сухую как бы без смазывания так сказать просто вот сделаем огромное пришел для всех но огромное в смысле что если оно сейчас получится не час как наше обычное пришел от два часа я думаю во первых вы не расстроитесь во вторых мы тоже не расстроимся пришли в принципе ну конечно мы уже настроились что это какой-то такой потому что в принципе у нас обычно вся запись подкаста ждет ждет пять часов она идет где-то то что два часа остается три да конечно плюс-минус один час нашей жизни это ничего ничего не добавить не убавит тем более мы с тобой же брокеры мы на самом деле почему подкастами занимаемся мы в этот момент у нас акции мы смотрим просто с тобой за акциями нам даже не надо работать как как люди которые акции торгуют у них именно как у кодеров тоже вертикально развернуты мониторы и там открыт стакан именно в реальном времени как двигается по вертикали они ну как бы чем вертикальный монитор тем больше видны скачки то есть там даже если на один фунт стерлингов а я думаю именно в фунтах стерлингов эти люди а брокеры мы с тобой по крайней мере мы да нас интересует именно фунтах стерлингов потому что наш новый кумир это брэнсон так вот и короче говоря мы отслеживаем это фунтах стерлингов и даже колебания на один фунт они на вертикальном мониторе видны как реально там несколько сантиметров по ивлеевы поэтому это круто да вот да мы вас ввели в курс дела почему у нас сегодня формат пришел я хотел еще сказать что мы как бы вроде мы с одной стороны обленились потому что во вторник не записывали с другой стороны мы собрались то есть мы вроде бы как и схалявили но с другой стороны что-то сделали это по-моему очень по-русски а причем знаешь по-русски должно быть то что нам сейчас еще повезет и вот этот это пришел успешил посмотрят миллиард в сто раз больше чем обычные классические подкасты как бы и но и там полмиллиарда не тем да не тем занимаемся чтобы быть просмотровыми миллиардерами надо все-таки делать именно спонтанное дерьмо без подготовки ну вот и посмотрим на самом деле если так будет если люди посмотрят то все кидаем этот суровый веб а ну видишь нам нам вот тогда для патронов какую-то другую замануху придумывать платную просто в косплее будем снимать а ну это правильно за silver тир gold тир нудисы и так далее я понял по классической патреоновской схеме не будем вот этим секс-тейп стопудово да не будем белыми воронами патреоновскими наконец-то будем делать так как как завещают ну так вот и короче говоря возвращаясь немножечко я помню что я хотел рассказать про ремонт и что-то уже не могу вспомнить чего это в принципе как как обычно и бывает у меня это у любого человека который делает ремонт такие проблемы мне кажется потому что все кто делает ремонт им в основном за 70 ну иногда за 60 поэтому у них всегда проблема чего они там с ремонтами сделали как сделали во-первых сделали это понятное я что-то в тему хотел сказать какую-то прям у меня есть одна заготовленная история на сегодня и другие я опять же заготовил но пока ехал домой забыл поэтому ну это тоже нормально я тебя хотел спросить вот ты как человек который практически уже за гранью перевалил вот за ту грань когда уже ремонт можно сказать что не то чтобы на финишной прямой но преодолен этот барьер блевания с ремонта то есть может быть у тебя даже и не было этого периода но тем не менее я имею ввиду что уже ты как-то так углубился что мне кажется что ты можешь уже всю жизнь этим заниматься но тем не ты вот как человек который именно перешел вот за эту грань вообще скажи мне ремонт вот он он кончаем вообще или это вообще возможно это закончить или только прекратить все таки вот разве миф нам всем этот миф связан только с отсутствием денег конечно же ремонт можно закончить я понимаю что это метафорическое дерьмо ну то есть условно например двери да я уже одни двери ставил и уже их менял а ну как бы еще раз и это уже не причем не потому что тебе там взломали их там не по этому не потому что я психанул и вынес да я их просто с разбегу ногой а нет просто ну мы поняли что нам нужен другой цвет вот например в розетке на кухне я тоже уже буду менять потому что уже вышла новая серия розеток которые более лучше и в принципе я с течением времени сделанием ремонта в других комнатах я в принципе наблатыкался это то слово которое используют те люди которым за 70 которые делают ему я уже наблатыкался и понял что можно было делать немного не так понятно что апдейты апдейты патч первого дня будет на квартиру вот да да был бы но я не буду уже просто потому что действительно ну надо прекратить в этом смысле да из-за того что ты как бы ну двигаешься по ремонту что-то там придумываешь выдумываешь делаешь хочется и уже что-то переделывать потом по второму раз это да но мне кажется поговорку придумали не эти люди а те люди которые просто ну а объективный ремонт дохрена бабла и как бы это дохрена бабла чем ну как бы чем ты более сжато сделаешь ремонт условно там за за год если ты все сделаешь будет вообще кайф а если это у тебя растянется на пять лет у тебя уже обветшает первая комната грубо говоря и там уже снова заново сделать ремонт вот в этом плане если ты его именно ну вот у меня например я надеюсь по моим прикидкам за два года закончится вот все это как бы там но это не два чистых года а это с перерывами причем даже не столько перерывы на то чтобы накопить денег сколько там были просто технические перерывы что мы реально не могли найти людей которые нам зальют там пол как надо ну ты-то помнишь эту историю вот если вы сжато делаете ремонт и у вас нормальный денег его абсолютно реально закончить потому что как бы ну ты полностью понимаешь что тебе надо и и все какие двери тебе надо как они будут открываться как ламборджини за 19 миллионов вверх вот вот да в принципе ты ну ты должен понимать у тебя должен быть какой-то план по поводу того что и как самый идеальный вариант такой тассочки ну это естественно да декомпозировать все на мелкие тассочки эпики расставить там вот это все поинты оценить задачи вот вот именно если как бы даже и не шутить то подобное планирование ремонта очень помогает ремонту но сейчас даже и не об этом а о том что повторюсь самый идеальный вариант просто купить квартиру в черновой обработке ты захочешь там у тебя только один ввод 220 толстый у тебя только отопление в полу агарки торчат даже радиаторы не надеты и не одеты вот и где каналка тоже у тебя торчит водопровод из пола и торчит собственно каналка все все остальное ты должен придумать и сделать сам даже перегородок некоторых нет стен кстати говоря я не помню я тебе рассказывал или нет но свободная планировка это немножечко фейк фейк в чем если ты за из bti закажешь паспорт квартиры то там хоть и нету перегородок и ты реально можешь свободно запланироваться там есть очерченные мокрые зоны, так называемые. Мокрые зоны — это те зоны, в которых ты можешь сделать толчок. В других зонах сделать толчок и мойку ты не можешь законодательно, потому что это уже не мокрая зона. И вот это уже тебе нельзя перепланировать. Мокрые зоны, они как бы вот где есть, там есть. Причем они не всегда, к сожалению, логичны. У тебя бывает на стримах мокрые зоны перемещаются, так сказать, когда мы долго сидим. Вот именно. Я понимаю, о чем ты говоришь. Слушатели тоже, да. Да, санузел как бы в одном месте должен быть. Да, причем он, опять же, если ты хочешь из всех 100 квадратов только 80 отвести на толчок, ты не можешь это сделать. Потому что на толчок у тебя максимум отведено, я не знаю, 15. То есть ты не можешь расширять мокрую зону? Да, да, да. Ты ее не можешь расширять и не можешь переносить. То же самое есть жилые зоны. Объясню, в чем дело. Дело в том, что жилые зоны — это комнаты. И именно где жилые зоны ты не можешь сделать коридор. А где коридор не можешь жилые зоны, соответственно? Ну, как бы нет. Жилые зоны... Хотя, кстати, это я не знаю. Я не знаю, имеет ли это обратную силу. Я точно знаю, что делать коридоры на месте жилых зон нельзя. Что... Так убираем, получается, твою постель-то из коридора. Матрас вот этот, который я в углу кинул на полу с шприцами. Ему, по идее, это я не могу узаконить. И это, да, это немножечко обман. В этом случае, конечно, нужно этот вопрос обговаривать именно на этапе строительства. То есть если ты квартиру покупаешь уже, ну, как бы, из стоковых вариантов, нужно на это смотреть. Потому что застройщику, ему, разумеется, главное тебе продать. А если ты покупаешь на этапе строительства, там, бронируешь и так далее, и там уже можно вклинивать. Потому что они еще в БТИ не подали твои документы. Ну и ты сам понимаешь. То есть там можно еще менять. Это как, знаешь, когда я оформлял загранпаспорт, я им сразу на бумажечке написал, как мне надо, чтобы была транскрипция моего имени. Что Александр через Х с буквой Е, Александер и так далее. И я сразу же... Внимание, я подаю заявление на загранпаспорт. Программа какая-то там, я не знаю, АИС-паспорт, выдаёт... Ирбис. Вот да, что-то такое. Она выдаёт, как у меня должен выглядеть имя-фамилия. И если мне не нравится, я тут же с заявлением подачи на паспорт подаю второе заявление с просьбой изменить моё имя-фамилию на ту, которую я хочу. Хотя, в принципе, этот инпут, это поле в системе, оно сразу же кастомизируемо тётенькой. Она может просто там, ну, эскейпнуть, всё стереть, бакспейснуть, точнее. И написать, что я хочу. И лох написать. Но она не имеет права это сделать, пока я дополнительно, да, не напишу заявление о том, что я ей даю санкцию на то, что она меняет то дефолтное дерьмо, которое предложила программа. Звучит как полнейший бред, вот, но как бы да. И так же и здесь в БТИ. Соответственно, ну, если ты покупаешь в момент строительства, ты можешь сразу же кастомнуть, возможно, сто заявлений написать перед этим, самому съездить в БТИ это и утвердить, но зато ты хотя бы не будешь потом впарываться в перенос мокрых зон, жилых зон и прочего говна. Поэтому вот да. А, кстати, у тебя не было такой идеи взять какой-нибудь, как, знаешь, обычно любят очень длинный балкон захреначить, лоджию там растянуть, как любят, или там, знаешь, ещё что-нибудь изменить? Не было такого вот идеи, именно там сместить какую-нибудь стену, как любят у нас делать? Нет, просто, видишь, да, опять же, может быть, даже поначалу и была, но потом, в общем, встала задача завершить ремонт, как можно раньше. Но потом, когда деньги начал тратить, понял, что лучше. Во-первых, это да. А во-вторых, ну, просто мы объективно поняли, что это не та квартира нашей мечты, в которой мы будем оттягиваться, так скажем. То есть это как бы вот, ну, временный вариант на какое-то время, потому что, ну, тут всего 60 квадратов. Временная трёшка, так называемая. Вот, вот, да. Всего 60 квадратов, как бы, ну, очевидно, что тот конечный вариант, в котором надо будет уже там смещать, замещать, убирать и делать там три санузла в каждой спальне и так далее, он где-то впереди, он где-то за углом ещё. И там будет... Временный замок в Дюссельдорфе. Там будет полный каев. А здесь, да. Поэтому вам хинт обязательно, если покупаете квартиру с планировкой, как это называется-то? Свободной, вот, свободная планировка, то знайте, что это, возможно, фейк. Нужно обязательно паспорт БТИ-шный посмотреть и увидеть там. Вот. То есть нельзя будет разойтись. Особенно, знаешь, у нас же могут слушать какие-нибудь верстальщики, какие-нибудь фронтендеры, ну, не дай бог, да? И они-то подумают, блин, представляешь, свободная планировка, это просто... Можно сейчас такой адаптив, нахреначи, такой флексибл сайт, такой флексибл квартиру сделать. Резину. Вот именно. Будешь в толчок заходить, а он, хоп, перестраивается в... Вместе с телефоном заходишь в толчок, он сразу узкий такой становится. Ну, обычно с телефоном, собственно, и заходишь в толчок, да? И он узким и становится. Слушай, всё сходит с себя. Вот. Интересно, интересно. Вообще про ремонт это, конечно, отдельно. Одна была только заготовочка. И ты говоришь... Ты спросил меня, можно ли всё-таки закончить, и я уверенно говорю, что да. Нужно просто очень чётко всё спланировать, оценить, сделать. И мой совет даже, он скорее о том, что нужно как минимум... Как максимум быстро всё сделать, и тогда это будет чёткая итерация. Лучше ещё, там, я не знаю, через пять лет сделать ещё один ремонт. Ну, реально, без шуток. Я как бы, ну, не говорю, там, тоже глобальный заново... Спринт закрыть, главное. Снести стены, да-да-да, там, заново их снять всю штукатурку и заново заштукатурить. Ну, нет, не настолько. Вот. Но хотя бы главное, чтобы этот спринт реально был закончен, потому что, ну, в противном случае это может реально затянуться, и потом придётся прекращать на середине. Ну, да. Нужно просто осознанно... Мне кажется, это психологически. Это прям вот реально. Это же... Ты как бы... Вы же живёте, опять же, не роботы там. Вы такие же люди, как разработчики, вот, которые на удалёнке работают, там, или на фрилансе. Не хочется, когда проекты длятся годами, правильно? Хочется, во-первых, денег получить. Вот. В твоём случае хочется прекратить тратить деньги, соответственно. А во-вторых, хочется результат. Просто вот именно вот эта вот законченность, она, мне кажется, психологически даёт какую-то вот свободу. А незаконченность, соответственно, наоборот, угнетает. Она тебя отпускает сразу же, да. У тебя... Почему все боятся... Ну, как бы, не то, что боятся, а вот есть этот миф про ремонт. Потому что люди просто не планируя начинают что-то делать, а без планирования, без внятного ТЗ результат ХЗ. Я бы вот так даже добавил. Ну, потому что реально. Это вот прям про это. Ну, да. Да, это про это. То есть, оказывается, смотри, всё один... Всё похоже. То есть, ремонт похож на всё остальное. Ну, слушай, нам... Мы когда с тобой учили в институте, у нас был прям конкретно предмет, который назывался системный подход, или же там какие-то основы там поведения систем, ну, короче, которые Леонова вела, Елена Анатольевна. Если, Елена Анатольевна, вы нас слушаете, привет. Вот. Хотя я не сомневаюсь, что она нас слушает, поэтому, да, наша система... Она мне писала, говорит, слушаю. Да, да. Так вот. Излайки ставят иногда. Ну, потому что иногда скатываемся отпиской. Про Apple, когда много говорим, она такая... Вы чё вообще? Вы камон. Ну, так вот. И, короче говоря, нам же тоже она это говорила, что, ну, мы там это учили в планировании, как, типа, там, ну, практически как уроки планировать для детей. И типа того. Или там даже не... Ну, в общем, или как планировать информационные системы для программирования, для разработки. То есть, в общем, ну, такие понятные вещи, опять же, про все эти декомпозиции, анализы системные и так далее. Но их можно применить хоть к чему. И это, в общем и в целом, даже к ведению бизнеса. Если ты нормально распланируешь, там, все траты и так далее, когда ты, там, платишь налоги, а когда их не платишь, внимание, тогда, конечно, всё пойдёт очень хорошо. Я хотел тебя ещё спросить. Вот ты сейчас, как какой-нибудь, знаешь, там, профессиональный режиссёр, ты практически режиссёр квартиры. Вот ты, как режиссёр квартиры, сейчас, закончив один фильм свой, сразу бросишься в другие студии и делать новый фильм? Или ты, вот этот фильм пока, и надо отдохнуть чуть-чуть, собраться с мыслями, найти хороший сюжет, сценарий там и так далее? Нужно вдохновение, конечно, найти. Нужно, чтобы актёры постарели, которые в нынешнем фильме сыграли, чтобы потом в сиквеле они играли уже постаревших себя, и это правдоподобно выглядело. Потому что, когда молодёжь делает несколько ремонтов подряд, это начинает вызывать очень вопросы. Так они и постареют быстро тогда, если они несколько ремонтов подряд сделают. Как раз таки, как актёры. Ну, это правда, но, возможно, да, нужно им всё-таки чуть-чуть отдохнуть, я думаю, там и другие фильмы, фильмы на другие сюжеты будут, в других жанрах, возможно. А представляешь, сколько сразу освободится? Вот у тебя ремонт же, ну, по-любому, ни от кого не секрет, ни для кого не секрет, что это же отжирает и время, и, понятно, бабки, и всё. Представляешь, сколько освободится всего? Это ж... У меня сильно скайп зарабовысил. Я догадываюсь, что и время, и... Вот так вот. И время, и время, и бабок отнимает ремонт, понятно, да? И я имею в виду, прикинь, как ты освободишься, когда у тебя закончится ремонт, то есть ты вообще же заживёшь, по идее. Слушай, я... Вот настолько это всё уже как-то привычно, я, во-первых, не очень верю в это. Мне кажется, что я... Сразу будет какое-то что-то другое, что будет отжирать и время, и деньги. Ну, время вряд ли. Вот. А деньги-то уж точно. Надо как минимум ипотеку закрыть. Вот. Ну, да. Плюс тут, сам знаешь, новый проект намечается, который во многу очень стори-поинтов оценен. Вот. И с ним как-то тоже, ну, придётся, так скажем, попотеть. Вот. Вот. А так, да. В любом случае, как минимум, ипотека, как максимум, надо ноутбук новый купить, потому что с этим уже всё. Уже просто... Ну, это жизнью, это работа и жизнью это уже вообще не назвать. То есть, это прям реально плохо. Особенно, когда нужно по работе расшарить экран в Скайпе. Это всё. Это сразу автоматически у меня остаётся, я не знаю, там, 10% процессора на всё остальное. Какого-то хрена Скайп настолько нерационально расшаривает экран, что хочется просто сдохнуть от того вообще... Он вместе с оперативкой расшаривает. Возможно, возможно. Хотя у меня вроде 8 гигов, 8 как бы не 2, не 4. Ну да, у меня двухъядерный процесс, не четырёхъядерный. Но, блин, оно как-то просто ещё очень внезапно произошло. То есть, ещё, когда я работал в Скиллере, этого не было, реально. То ли из-за того, что я опять на каких-то бетах сижу, на каком-то... То ли какая-то из macOS просто вдруг внезапно стала тупым говном. И предыдущие макбуки, на ней стали плохо работать. Как знаешь, про айфоны говорят, что там, ну, условно там... Хотя с айфонами, насколько я понимаю, уже лучше ситуация. То есть, у меня вот... Что, типа, садиться быстрее с новой iOS. Вот, типа, так сейчас на macOS, ты хочешь сказать, Вот я хочу прямо сказать, что на macOS я это реально чувствую. Потому что я работал вот в Скиллере, это не так давно было. Я просто, ну, я жил жизнью, ну, норм, прикольно, окей. То есть, я расшаривал экран, мне не вызывало никакой оторопи. Сейчас я, если расшариваю экран, мне неизбежно собеседники спрашивают, типа, Саня, что у тебя вообще с компьютером? Ну, то есть, реально, видно, я не просто спрашиваю, а как ты работаешь? Я говорю, ну, вообще, когда я не расшариваю экран, оно как бы, ну, чуть-чуть получше становится, потому что, ну, не так что-то грузится. Что? Я не знаю, почему так, но вот как-то так, очень плохо становится. Ну, да. Поэтому, да, потом будет ноутбук определенно, а это тоже как бы, ну, не пять копеек, во-первых. Хочется взять теперь уже такой, вот, я не знаю, хочется просто три зарплаты сразу отдать, чтобы только он так не тупил больше. Я понимаю, конечно, что все равно будет тупить, опять же, через там пять лет. Через три зарплаты, как раз. Вот, да, моему вот этому пять лет полных и еще там полгодика. Вот, поэтому, что, что-то как-то это. Ну, кстати, в прошлый, в прошлый раз, кстати, ты как-то незаметно сменил ноутбук. Ну, не то, чтобы незаметно, но у тебя это как-то легко вышло. У тебя был еще более, еще более Mac, тот Mac-то, который вообще Mac, вот, который мы помним. Еще с Америки. У меня был Mac-бук про Unibody, который толстенький был такой, с CD-ROM-ом. Да, да. С всем важными вещами. Он, кстати, тоже очень крутой, и моя двоюродная сестра, которой я его продал. Да, я продаю вещи своим родственникам. тогда понятно, почему у тебя легко получилось. Почему легко прошло, да, да, да. А она им все еще пользуется. Как она это делает, я не уточняю, с учетом того, что, по-моему, там даже из издичника нет. не обновляется. Там-то какая-нибудь Leopard Snow. Я не помню. Ну, то есть, очевидно, что не обновляется, но точно не Snow Leopard, разумеется. Snow Leopard, это прям очень давно. Вот. Что-то, что-то из каких-то там, я не знаю, Mavericks. Ну, то есть, уже из новых. Уже когда не звери пошли, а пошли достопримечательности. Горы. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Уже пошли как до горы. Вот. У меня была другая заготовочка про ремонт. Я только ее скажу, а потом будем уже стихийно. Давай. Я когда заливал пол с чуваком, которого зовут Фарид. Вот. Он таджик, но он молодой таджик. То есть, он меня младше даже. Ему, по-моему, 26, что ли, лет было. Я просто как бы что-то... Он мне три комнаты заливал, поэтому я, ну, успел чуть-чуть с ним познакомиться. Вот. И я как бы, ну, на второй раз я вижу, что он, ну, немного шаристый. Помнишь, я даже тебе рассказывал, что он мне рассказал историю, типа, а ты, говорит, Саня, знаешь, почему в Кострараме, типа, везде ротбон-штукатурка 30-килограммовыми мешками на рынках там везде, а в Кострараме 25 килограмм. И шпаклевка тоже везде по 25 килограмм, а в Кострараме 20. Типа, на 5 килограмм меньше. Я ему говорю, ну, а что такое, почему он говорит? А это, говорит, специально, чтобы все люди думали, что в Кострараме дешевле. Ну, типа, ты, когда покупаешь штукатурку 30 или 25 килограмм, ты особо не понимаешь. Она, во-первых, по размеру примерно одинаковая, во-вторых, по весу, как бы, тоже. Ну, когда ты уже несешь что 25, что 30, одинаково не очень приятно, и ты, как бы, ну, быстрее-быстрее несешь. И, видимо, когда ты там до этого покупал на рынке, а потом взял в Кострараме, ты такой, ну, ни хрена я сильный стал. Мне как-то чуть-чуть легче нести. А на самом деле, просто на 5 килограмм, как бы, ну, легче, и да. Еще и дешевле, и легче, и дешевле, и вообще супер. Ну, вот, да. Короче говоря, и получается, что у всех подсознательно кажется, что Кострарама это дешевый магазин. И он когда-то мне сказал, я понял, что он, в общем, ну, не тупой, что он как бы, ну, да, таджик, но он как бы, ну, нормальный. И что-то мы просто с ним, ну, что-то разговаривали, и он мне рассказал, знаешь, какую историю? Что вот в Таджикистане, он, ну, он опять же, несмотря на то, что молодой, у него, как бы, видимо, есть там семья, там, родители, ему, они ему рассказали, что когда уже был поздний Советский Союз, ну, типа 80-й, вот в таком духе, у них в Таджикистане было все очень плохо по деньгам, то есть они достаточно бедно жили. Несмотря на то, что, ну, как бы, есть классические мемы, что в СССР русские жили хуже всех, вот я, когда такие истории послушал, ну, вот не хуже всех. Почему? Потому что у них тупо не было горячей воды вообще. То есть они настолько, не как у нас опрессовка там включается что-то там, ну, там, отключается на две недели, вот это все. Нет, у них тупо настолько было объявлено, что все, горяки не будет вообще, что люди тупо обрезали трубы с горячим водопроводом. Понимаешь, да? Да. Они просто то, что торчит из стены, тупо болгаркой под корень обрезали, и все, и агарок оставался такой. И потом, когда рухнул Союз в 90-е годы, начали чуть-чуть лучше жить, несмотря на то, что все поехали сюда работать, а раньше как-то работали там, но инфраструктурно стало чуть-чуть получше и посвободнее, и поэтому включили горячую воду. И он мне рассказал о том, что у него там были кучи заказов до сих пор по тому, чтобы восстановить горячий водопровод, потому что у людей просто из стены начало горячий кипяток, лица под давлением, потому что как бы они трубы-то обрезали, они хотя бы вентили там поставили, ну, и закрыли их типа до лучших времен. Но у людей настолько не было уже ожидания, что что-то когда-то наладится, что они реально просто вот так обрезали, и просто потом из стены горячая вода под давлением пошла, и очень много, там просто целые дома, этажами были затоплены горячей водой, просто потому что люди даже уже не думали, что когда-то дадут горячую воду. Они даже не, ну, штукатуркой не замазывали эти трубы, хотя мне кажется, там три атмосферы давят в водопроводе, может быть, и штукатурку бы пробило, даже продавило. Но это уже, это вот, это для разрушителей легенд работа, на самом деле, проверить, продавят ли слой штукатурки, это все. Но, короче говоря, я просто услышал это, и я такой думаю, ни хрена вообще, то есть, насколько, ну, у людей просто другой мир вообще был. Это не так далеко от нас. То есть, почему, я так понимаю, что все, как бы, ну, не сильно далекие таджики, они поехали куда-нибудь в Москву работать, а у нас в Челябинской области они достаточно шаристые. Ну, опять же, не все, но вот этот чувак, он реально шаристый. По нему, он за собой следит. Он, когда тут у меня выходил, он говорит, Саша, посмотри сзади, типа, у меня спина, не в цементе, ни в чем. Я такой, ну, нет. А то, говорит, буду сейчас в маршрутке сидеть, все подумают, бомж. То есть, ну, у человека, как бы, ну, реально какие-то мысли о прекрасном, что называется. И вот, ну, как бы жили вот тупо без горячей воды. Я понимаю, что там типа тепло. Ну, Таджикистан, это реально южная страна. Типа, зачем там горячая вода? Там просто от того, что вода в трубах, ты ее не прогоняешь, она нагревается. Как я, когда в частном доме жил, выходишь в огород, и водопровод открываешь, холодную воду, а там, ну, там только холодная вода, просто хоть какой-то водопровод, открываешь, а там очень долгое время идет горячая вода, просто потому что она на солнце нагрелась в шлангах, в трубах там и так далее. Вот там, видимо, какая-то подобная история, но тем не менее. Вот. Я в тот момент просто, ну, ты знаешь, я как в той истории, да, что Будда вышел из дворца и увидел, что люди, на самом деле, достаточно дерьмово некоторые живут. Вот я тут в тот момент тоже немножечко охренел. Вот. Но потом я такой думаю, блин, ну, как бы вроде, знаешь, есть предвзятое такое отношение, типа таджик, да, а оказывается, ну, есть, ну, нормальные, обычные шаристые таджики, это прикольно. А потом, знаешь, я ему говорю, он мне как-то сетовал осенью еще, типа, что вот, надо зимнюю резину перебраться, там снег рано пошел, а у него не было еще денег на зимнюю резину, и он грустил, что как бы, я вот спрашиваю, подожди, а ты, говоришь, вот на маршрутке ехать, ты же, типа, за рулем. Говорит, да нет, говорит, я маршрутку купил, и он купил маршрутку, именно, чтобы ее в аренду сдавать, не сам ездить, а тупо в таксопарк ее отдать в аренду и так зарабатывать. Я потом подумал, что, как бы, что ты не делай, а к бизнесу все равно тянется именно к маршруточному или к какому-то такому, и я мысленно орнул в тот момент, вот, ну, и он сказал, что в итоге это не очень выгодно, когда она у тебя одна, потому что, ну, как бы, водители, понятно, на них, на чужих, ну, не на своих, ездят просто как не в себя, там, ну, трогаются с третьей, не переключают там передачи, на ходу не отжимают, ну, полное говно, короче, уматывают машины, и, соответственно, то, что ты выручаешь, тебе едва хватает на ремонт. Короче, как бизнес-идея достаточно дерьмовая. Правда, он мне почему-то сказал, что если бы у него было больше машин, то было бы лучше, но мне кажется, здесь горизонтальное масштабирование в обратную сторону, ну, как бы, плохое. То есть, чем больше машин, тем больше они будут требовать также ремонта, и нихрена не окупаться. Не знаю, в чем, как бы, дело, вот, но вот, вот, вот такие тебе еще истории я рассказал, от того, что... Прикольно, прикольно, что у него уже сразу, как бы, какие-то бизнесы есть. То есть, он не то, что тебе только... То есть, он многопрофильный чувак. Он, он действительно многопрофильный чувак, и он, что характерно, достаточно хорошо делал. То есть, ну, прям, я вот даже, ну, я же работал не с ним напрямую, а с его, так скажем, прорабом, вот, просто знакомым. И, ну, он мне накатывал его последние разы, потому что, во-первых, я его работой остался доволен, ну, и просто как-то тоже тот чувак, поскольку я знакомый, ну, ставил мне более-менее, ну, как бы, способных людей. И, короче говоря, он, он и работает хорошо. То есть, он достаточно, он там разглаживает там этот пол наливной, несмотря на то, что здесь у меня в прихожей будет плитка, ну, гранит керамический. Там не обязательно, чтобы гладенько все было, потому что ты один хрен будешь плиточным клеем это еще замазывать, и в итоге, ну, как бы, клеить этот керамогранит. Он мне то мне говорит, давай, хочешь, я тебя тут разглажу, там, то сделаю это. Я про себя думал, что, ну, чувак реально на совесть работает до самого конца. Это, это как-то очень круто. Вот. Угу. Ну, слушай, давай обратно вернемся к тому, что не было горячей воды и поперло. Во-первых, тупо, знаешь, что, что, что когда врубаешь горячую, что когда горячую воду врубаешь, ты даже не идешь по квартирам, не спрашиваешь, говоришь, а извините, а вот у вас как вообще там с горячей трубой? Что, как? Ты просто врубаешь такой, типа, давай, погнали, короче. А прикинь, так газ включить. ты надеешься, что это как, что это как Дед Мороз. Типа там, я не знаю, ааа, классно, вау, супер. И все радуются, моются, сразу прямо из стены бьет, а они сразу обтираются, там, намыливаются. Ну, я не знаю, правда, о чем они думали, но смешно. Причем это должно быть, опять же, пущено в 30-ти градусную жару, там, их 40-ти градусную. И тогда в натуре все моются, обтираются, это как бы, блин, ну это да. А интересно, сколько у них зима, вообще сколько у них градусов зимой? Возможно, у них вообще там ноль, максимум. Вот, и тогда это тоже еще более-менее. Потому что, ты представляешь, если у нас в минус там сколько-нибудь, пустить вот так вот горяку по всему дому, причем именно внутри дома. Во-первых, все сначала... там обледенение произойдет сразу потом. Да, это будет, не знаю, что, русская смерть, как говорится. Как говорят в СМИ, это будет коммунальная катастрофа, ну реально. Да, да, да. Короче, в общем, не знаю, не знаю, но это такая поучительная история, что, похоже, не надо ни на что забивать, знаешь, типа, как труба с горячей водой. Когда-то она польется, это как ружье, которое выстрелит когда-нибудь, почехал. Да, я согласен, что мы должны это все... Пришел, это на самом деле притча, чуваки. Это то, что заставляет вас задуматься и учиться на нашем опыте вместо своего собственного. Ну и не только на нашем, видишь? Ну да, согласен. Хотя, может быть, у нас скоро тоже горячее. У меня, короче, вот недавно как раз в тему к воде на весь день выключили воду вообще всю. Вот вообще всю. Я честно тебе скажу, я скатился до средневековья. Я стал жить где-то... Я начал помои выливать из окна, потому что это реально какой-то... Я, короче... Слив же у тебя не забили, то есть, ну, сливать-то все равно мог. Слив-то не забили, но воды-то нет, то есть, как бы, сливать нечем. Вот. Я, значит, пошел в 8 часов 3 минуты, в 8 вечера, в 0,3 минуты, пошел до Ниагары ближайшей, это наша местная вода, до воды, короче, пошел я, по воду пошел, с коромыслами. Вот. И в 8,03, чтобы ты понимал, 3 минуты назад закрылась Ниагара, и тетенька мне показывает крест вот так руками, ставит крест, вот тебе крест, значит, издалека, я понимаю, с глубины магазина. Не перпендикулярный крест, а букву Х, как будто бы. Хэй тебе так скажет. Именно, именно. Да. Я, короче, дергаю дверь, продолжаю дергать дверь, и у меня в руках две бутылки, у меня, короче, есть из-под Ниагары пустые бутылки, я прям хотел по 2 рубля еще выручить с них. Вот, 5-литровки, и я с пустыми бутылками, чтобы ты понимал, пошел взад, потому что мне не открыли. Я зашел в монетку, короче, просто ближайшем, мне уже нужна была вода, я, если честно, думал, что в таких случаях в округе всю воду скупают, сразу дефицит. Но нет, я нормально в монетки зашел, и, короче, мне лень была с этими бутылками таскаться, я, я как этим, кто там, какие-то птицы, кукушки, или какие-то птицы, оставляю своих, вот эти фейковые бутылки не агары, которые вообще никак не подходят к бутылкам, которые я купил в пятерочке, в копеечке, в монеточке, вот, значит, я оставил эти бутылки, и купил там какую-то чебаркульскую воду, короче, неважно, вот, и, значит, стал жить, и, короче, вырубили, самое главное, причем это выпало на выходные, на 23-е, я думаю, как вообще там мужики будут что-то вырубать, я думаю, ну все, я сейчас 23-24-е, просто сижу без воды средневековый, реально, а я еще, ты знаешь, такой, не мылся еще, короче, несколько дней подряд до этого, то есть я еще нахожусь в таком, как в Sims, в плохом состоянии комфорта, короче, остается только поесть и лечь спать, вот, опять же, по Симам, потому что, вот, прям хреново, без воды, короче, просто обратить. Все остальные у тебя уже минусики. Да, остальное тоже все, все красненькое, удовольствие там, вот там что-то еще. Досуг, да, вот это все, короче, в общем, без воды хреново, честно скажу, но и когда она льется из стены, так сказать, тоже хреново, вот, но вообще хотя бы холодную было бы хорошо, потому что даже без холодной, ну, ты сам понимаешь, помой я реально выливаю из окна. Ну, я понимаю, конечно, у нас тут, а у нас реально, опять же, мы продолжаем эти темы, я тут менял одну из канализаций, у нас как бы санузел один, но водных стояков две пары, вот, и, соответственно, две канализации, и одна именно, ну, широкая, так скажем, сотка, а вторая полсотка, всего пятисантиметровая труба, это именно на кухню, потому что там, по идее, только помои выливаешь, без твердых, так сказать, отходов, вот, и по идее, должно пролазить, и оно как бы пролазить-то пролазит, но в любом случае, если вдруг что-то, ну, как-то попадает, то все забивает, в данном случае, вместо чего-то были окаленные, и всякое говно, именно, когда мне болгаркой спиливали старую каналку, она чугунная, разумеется, была, то там всякая труха, которая, ну, как бы, когда режешь, она летит во все стороны, и вот, часть этой трухи, видимо, туда летела, еще какой-то один кусок откололся, туда внутрь, ну, и, короче говоря, забила эту каналку, вот, и, причем забила только на следующий день, не сразу же, как бы, вот только на следующий день, и у меня будет утром в 9 утра сосед, что, типа, у него полная мойка окалины, ну, то есть у него не уходит вода, он ее сливает, а пробка между, ну, пробка из говна всякого, она между его квартирой, и между седьмым этажом, и, соответственно, ну, как бы, он мне говорит, типа, все, чувак, надо что-то делать, я звоню, ну, естественно, там, в ЖЭК, слесарям, туда-сюда, и именно в этот день, разумеется, в соседнем доме авария, там, досвидос, там как раз льется из стены, видимо, и, ну, и, короче, слесарь занят, а опять же, он потом ко мне пришел, и начал жаловаться, что вообще-то, как бы, слесаря нет, они работают за 13 тысяч в месяц, никто не хочет идти на такую зарплату, поэтому, считай, если он один занят, то во всем районе, как бы, уже второй аварии быть не может, потому что, если она будет, то устранять ее будет уже некому, соответственно, есть еще, конечно, аварийная служба, но они дежурят именно уже после 4, или там, после 5, когда ЖЭК закрывается, по-моему, до 4 он работает, да, в общем, это жестко, и я в итоге, где-то как раз до 4, тупо сидел, без возможности слить помои в каналку, и я тебе скажу, это тоже полное говно, потому что ты даже руки не можешь сполоснуть, то есть, ну, все, у тебя, ты не можешь сливать помои, и несмотря на то, что это ладно, у меня еще есть ванная, в которой каналка работает, только кухонная каналка не работает, а если бы, ну, как бы, у меня, как у всех обычных людей, был один, ну, или там, необычных, у всех других людей, с которыми, как бы, ну, вот у меня у родителей одна каналка, у тебя одна каналка, вот, то было бы прям вообще реально хреново, потому что пришлось бы в окно выливать, уже без шуток, так скажем. Вот именно, вот именно, я, кстати, у тебя-то еще, если из окна выливать, у тебя, может быть, до пола-то еще даже ничего не долетит, как с самолета, вот, а у меня-то долетит, и тут, причем, люди ходят внизу, то есть, мне кажется, это не очень будет, вот именно, проще тогда спуститься и под домом, там, под деревьями сходить. Вот, так ладно сходить, опять же, тупо руки не сполоснуть, вот это именно самый бред, ты как бы вот настолько привыкаешь к тому, что слив, это что-то само собой разумеющееся, ладно, воду отключают, ее достаточно часто отключают, ты к этому, в общем, привыкаешь, но когда именно слив полностью не работает, это становится просто, ну, как бы, реально уже странно, потому что, ну, то есть, кажется, что слив, он бесконечен, ничего не может пойти не так, ты привык, что есть вот это отверстие, в которое можно делать, что хочешь, как бы, вот, и это не очевидный бред. Если у тебя нету сейчас заготовочки, я могу еще одну сказать, из сегодняшнего вообще. Давай, давай, давай продолжим, что там из сегодняшнего, сейчас ты должен снова что-нибудь сказать, что у тебя там по ремонту что-нибудь. Да, да, по ремонту, но я и говорю же из сегодняшнего. Я покупал бате светорегулятор, он тоже захотел, как у меня, диммер, чтобы именно крутить, и свет то сильно яркий, то тусклый там, и так далее, и тому подобное. Вот, и короче говоря, я ему покупаю, как обычно, я буду прям срамить этот магазин, МК Электро он называется, как обычно там покупаю. Это четвертый светорегулятор, который я там покупаю. В принципе, я там много раз уже закупался, прям, ну, несколько раз. Вот, и короче говоря, я им говорю, они мне всегда до этого, светорегулятор стоит там от полутора до двух косарей, то есть, ну, такая, не очень дешевая штука, вот. И короче говоря, ну, то есть, его покупаешь, это целое дело. И обычные выключатели, когда покупаешь, они там просто в полиэтиленном, в таком пакетике с надписью и так далее. А именно светорегулятор, он в картонной прям коробочке, то есть, ну, он оформлен прям, то есть, у него физическая копия есть, физический носитель, так скажем. Вот. И ты такой, ну, то есть, это вроде как круто. И они, опять же, из-за того, что такие дорогие, их никто кроме меня, видимо, не берет, потому что все разы, которые я, соответственно, его покупал, мне говорили, что надо будет подождать, кстати, две недели, потому что кому он еще нахрен нужен, кроме меня? Ну, то есть, их даже не хранят. И два раза, то есть, это когда я брал черный, мне так говорили. А когда я брал белые, а у меня, сам понимаешь, в кабинете и в прихожке, в маленьком коридоре, у меня белые такие светорегуляторы, мне всегда говорили, типа, чувак, если хочешь, можешь взять выставочный образец, а можешь подождать новые две недели. И я оба раза, естественно, отказывался, потому что, во-первых, мне не горит, ну, то есть, у меня там есть, если что, обычный выключатель, как бы мне вот нахрен не уперлась брать выставочный образец. Вот. А тут меня, короче, не предупреждают о том, что, ну, типа, может, возьмешь, я такой думаю, о, видимо, выставочные образцы кончились, как бы, все норм, круть. Забираю его, прихожу сегодня к бате его устанавливать, смотрю, и что-то не то. Он просто в обычном пакетике. Он не в коробочке, вот в этой модной, в которой, в коробочке, там еще инструкция, между прочим. Там печать ОТК. ОТК это что-то какой-то отдел, который именно проверяет, что стопудово классное изделие сделано. То есть там какая-то тетенька пропечатывает, что она проверила, что норм, классно. Типа, заверено. Вот. Этого ничего нет. Он просто в полиэтиленовом пакете от выключателя, причем от выключателя, там, цвета алюминий. Ну, короче, вообще от левой хреновины. При этом пакетик был запаян, как будто он именно на фабрике так сделан. Или они научились там в магазине как-то зажигалкой, я не знаю, держать, был реально, его приходилось как шоколадку открывать. Ну, понимаешь, да, в две стороны тянуть, чтобы он посередине разорвал. То есть он был запечатан. Ну, с зажигалкой. Точно с зажигалкой. С зажигалкой, походу, да. Вот. Я такой, начиная уже это, ну, мысленно подозревать, бате, естественно, не говорю, чтобы он, ну, сильно не расстраивался сразу же. Потому что он у меня такой чувак, сразу начнет тревогу. Вот. Я такой, ну, ладно, ладно. Ну, выставочный выставочный. У меня сразу пазл в голове складывается, что в этот раз мне не предложили взять выставочный, а, походу, сразу сунули выставочный, потому что я двух недель-то не ждал. И я как раз, когда они мне только перезванивали, ну, типа, подтвердить заказ, типа, вы, вы, да, точно берете, да, да, да. А они у меня, я еще говорю, ну, Диммер-то, наверное, придется подождать, да, как обычно, две недели. Они такие, да не, не, он есть, как бы, все норм. Только вот надо там розетки подождать, там, три дня именно черные, которые я модно из себя заказал. Я такой думаю, класс. И тут у меня все, пазл складывается в голове, что, видимо, мне как раз этот выставочный образец и всунули. Я такой, аааа, блин, говно. Потом думаю, ну, ладно, выставочный, выставочный, ну, как бы, окей. Ну, как бы, он же должен работать хотя бы, как минимум. Все, я включаю, ну, вставляю в него провода, все делаю. И я понимаю, я смотрю, и там именно вот этот вот кругляшочек, который ты крутишь, он, на самом деле, нанизывается на металлическую письку, которая торчит, и ты крутишь ты саму металлическую письку. А кругляшочек нужен просто для того, чтобы ты ее красиво крутил. Чтобы не то, что ты плосканками просто крутишь это говно. Хотя оно и руками крутится, но чтобы у тебя красивое изделие, опять же, было. Так вот, она приклеена к этому металлическому стерженьку. И я такой, причем именно не просто клеем, а каким-то бокситным говном, каким-то таким, знаешь, как будто солидолом, типа. Я такой думаю, что-то не так. Начинаю его счищать, и я понимаю, что когда я его счистил, нету сцепки. Эта крышечка, она не закрепляется на этом стерженьке и тупо прокручивается. Я не могу ею крутить. Только плосканками уже. Я понимаю, что он выставочный и хреновый. И я вспоминаю, когда я в самый-самый первый раз приходил именно покупать у них диммер, я их спрашиваю, а как вообще он работает? И они мне вот именно этот показывали и говорили, что вот он как бы сломан чуть-чуть, но тебе придет стопудово нормальный, потому что как бы, ну, мы же тебе новый уже привезем, ты-ты-ты. И у меня окончательно складывается пазл, что типа вот он, то самое тупое говно, которое когда-то мне показывали, просто типа, чувак, вот смотри, это как бы вот тебе такой, мне его и впарили. И я сижу, и у меня просто, у меня именно песок сквозь пальцы мем. Тупой. И все. Ну, короче, видимо, мне нужно завтра или там послезавтра, короче, реально в ближайшие дни ехать и сильно скандалить с ними. Я еще буду им говорить, что я даже не себе брал, а клиентам. И мне вообще досвидос неудобно из-за того, что вы там говно делаете там туда-сюда. батя клиент тот еще, я согласен. Вот, вот, вот именно. А, понимаешь, перед ним обосраться порой хуже, чем перед клиентом, опять же. Поэтому, вот, меня ждут, меня ждут руления по этому поводу. Вот. Ну, слушай, они примерно знают, на что шли. Потому что, когда, может быть, там другой человек был, когда, чек-чек, когда тебе продавал. Там каждый раз другой человек по бреду. Я не очень понимаю, как это работает, но там реально каждый день разный человек, поэтому. Ну, понятно. В общем, что там, ты просто даже, наверное, и не знали, что это плохая охреновина, просто тебе продали с полки. Можно, можно сколько угодно, так сказать, оправдывать их. Может, не знали, может, знали. Мне абсолютно насрать, на самом деле, знали они или не знали. Я только хочу, чтобы в итоге они не начали ерепениться, именно ерепениться. И мне не надо грозить, там, Роспотребнодзором, какими-то там заявлениями, без всего этого говна хотелось бы обойтись. Я надеюсь, мне удастся без всего этого говна обойтись. Но тебе в любом случае не удастся обойтись без того, чтобы подождать две недели, скорее всего. Ну, это правда. Но опять же, когда, ну, я уже теперь, ну, это вот реально, век живи, век учись. Чуваки, проверяйте все сразу. Потому что мало того, что я проверил, и они мне мои черные модные розетки привезли с заземляющим контактом, хотя я просил без заземляющего контакта, но потом я подумал, во-первых, они мне за это сказали, что сделают скидку, ну, собственно, и сделали. Вот. За то, что, типа, они обосрались, чутарик. Но я просто про себя понимал, что, в общем-то, и насрать. Я этот просто заземляющий контакт не подключу, и все. Потому что у меня здесь дом старый, 80-го года, у меня заземления в подъезде нет, в принципе. Поэтому, как бы, вот да, я его просто не подключу, и насрать. Я могу обойтись, но когда такой факап, что просто изделие не работает, это, конечно, полное говно. Я прям, ну, я расстроился. Ну, как, я не расстроился, в общем, и в целом, как бы, ну, жизнь и жизнь. Не то, что я сейчас, как бы, реально песок сквозь пальцы мем. Просто тупо в подляг опять ехать туда. Это... вот самое-то главное, что это надо сейчас свое время снова терять. Снова там то и все. Да, 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 и это просто, опять же, если даже они не будут ерепеницей, все будет норм, время-то уже не вернуть. Я-то уже второй, третий раз езжу. Я, во-первых, хочется опять заречься и не связываться ни с кем, даже с батей, никому ничего не делать, потому что стопудово он в башке у себя подумал, ха, лошара, или там что-нибудь типа того, потому что я ему, опять же, я ему не стал говорить по поводу того, что, видимо, это тот самый выставочный образец, про который я слышал там еще полтора года назад, ну, короче говоря, вот такая вот ситуация. Да, да, ну, напомню, из сегодняшнего. Это еще хорошо, знаешь, что ты все вспомнил, вот, что ты вспомнил, что, короче, типа, это тот самый демир, потому что, представляешь, ты бы сейчас начал задуматься, а какого хрена просто он сломан? И ты мог бы не вспомнить это, и тебе пришлось бы доказывать из башки, как бы, просто, ну, какие-то приводить. Ну, я согласен. Когда я им приду, и с ноги выпну, скажу, вы что, мне тот самый выставочный продали? Да, Это сразу будет внушать, как бы, что я типа в теме, и очень сложно будет дать заднюю. А когда я просто приду, и скажу, что-то не работает, скажу, только ты сломал там это туда-сюда, и как бы, ну, здесь я согласен, что я хотя бы примерно понимаю происхождение этого говна, и мне есть что им возразить сразу же сходу. Это правда, да. Да, да. Хотя, опять же, дебилами прикинуться, я имею в виду, в их случае все равно можно, по идее. Мы ничего не знаем, нет, это новый, хотя, ну, опять же, я им скажу, вы что, я же знаю, я просто, самое главное, что это уже, они даже по базе могут посмотреть, меня как заказчика, это реально четвертый, я у них уже беру. То есть, я знаю, о чем я говорю, как это выглядит, как это должно быть там, и так далее. То есть, ну, да. Да, да. Ну, короче, это твоя очередь, я сейчас даже убавлюсь на примочке звук, а у Алины один вопрос задам, и да, ты пока можешь начинать тоже что-нибудь свое рассказывать. Слушай, я, может быть, давай, не то чтобы прервемся, я просто чайку бы налил себе. Как тебе такое? Ну, слушай, я тоже могу налить, давай тогда будем просто молчать сейчас, чтобы я потом видел на сведении о том, что там пустота какая-то, пустоты образовали. Отлично. Давай молчим, а я пока чаю. Ага, все. Давай, ага. Говно. Алло, да, я тут, если что. Да, я, да, я даже, я зашел, что-то сказал, типа письки, потом сказал, похоже, Никиты нет. Даже вырезать не хочется, как-то еще смешно это сказал, но да. Ну, короче, это, давай продолжим, да, продолжим? Ты как вообще сам? Конечно, продолжим, я готов продолжать, я вот, смотри, 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 я на самом деле посмотрел бы сегодня одну статью, которую я сегодня с утра прочитал, расскажу ее, про приставки, именно про приставки. Скину тебе ее еще раз. Это все равно будет в аудио, потому что я уже экран не пишу, я облинился, пишу только звук. Ну, я тебе скину, а, ну, ты можешь просто, если хочешь открывать, можешь не открывать, как хочешь. А я, я хочу сегодня радиотишный экспириенс, они же там скидывают, конечно, статью, но они ее скидывают в основном для тех, кто там в чатике, потому что у них именно же лайв, и там в чатике именно подписчики, зрители, слушатели, а все остальные просто на слух как бы воспринимают, поэтому у нас сегодня прям настоящий подкаст. Я тебе, да, я тебе так на слух расскажу. Короче, прочитал сегодня статью, которая называется «Смена поколений. Как Sony и Microsoft запускали свои прошлые консоли». И мне просто, у меня эта статья томилась, так скажем, сколько-то, сколько недель, она от 18 февраля, и мне просто было интересно узнать вообще, как Sony и Microsoft запускали свои прошлые консоли. Смена поколений. И, короче, я для себя на самом деле, не то, чтобы я когда-то вообще вникал в обе консоли, именно в их историю, но для себя я именно много прикольного дерьма узнал. Во-первых, то, что, оказывается, Sony, вообще, я думал, если честно, что Sony и Microsoft, они вместе как-то как начали, так и начали. Вот, ну, по бреду. Я думал, что первый Xbox, он вместе с первым PlayStation начали выпускать. Но нифига. Первый Xbox позже вышел, чем первый PlayStation. Да, конечно, конечно. Первый PlayStation, по бреду, Sega, Sega, заказали у Sony, когда еще не было PlayStation, Sega заказали у Sony, сделать им CD-ROM для их приставки с картриджами. И должен быть такой был девайс, как вот, понимаете, Sega Mega Drive с картриджем, и еще и с диском. То есть, сразу два носителя можно было вставлять. И это достаточно странное дерьмо. Сейчас нам это кажется таким полуфутуристическим старьем, таким, бредятиной, да? Какой-то кибербанк, который мы заслужили. Вот, но тогда вообще никто не удивился такому. И мне прикольно было знать, что PlayStation начался с того, что они сделали вот это вот для Sega хреновину, и Sega почему-то в какой-то момент поняли, видимо. Я себе, представляешь, вот если про это, опять же, кино снимать, то там должны быть кто-то злодей, кто-то добрый чувак. То есть, за кого-то ты будешь переживать, за кого-то не будешь переживать. И я когда читал, походу, и те, и другие, и третьи, так скажем, были злыми персонажами, и добренькими. Видимо, когда уже вопросы про бабки, то нет таких, кто чисто добрый, или чисто злой. И, короче, вот Sega, в какой-то момент поняли, что Sony, сейчас, если им чуть-чуть дать развернуться, то Sony просто начнет рынок захватывать жестко. И они у них отменили с ними сделку про эти CD-ромы, и так и не вышло с CD-ромом Sega, Sega-вская приставка. А PlayStation, собственно, вот из этого и появился. Вот я не знаю, чем жалко, что ли, нет? PlayStation из этого и появился, и прикинь, короче, вот они из-за этого, из-за этого диска, они начали думать, блин, ну это же бабки, это же как бы рынок, надо занять, естественно, нишу. И, короче, сделали первую Sony PlayStation, она была с диском, вот, и, короче, еще PlayStation писалась через пробельчик. PlayStation. Ни хрена, вот это уже не помню. Ну вот, короче, то есть это прям вот старье-старье. Но, а, пробельчик был у концепта, вот, пробельчик был у концепта, а именно сама приставка уже была PlayStation вместе, без пробелов. То есть именно, когда они концепты выпускали, там было, короче, с пробельчиком. Ну и, там реально были игры всякие, ну, кто именно любитель эмуляторов, там были всякие, Mortal Kombat 3, например, там был, на PS1, ни с хрена. Когда мы ходили на Соньке в детстве, то есть я не знаю, наши подписчики вообще знают, что это такое или нет, на Соньке, когда мы ходили, это, короче, там был Морталик, он был Ultimate, насколько я помню. Trilogy, Trilogy он там назывался. Да, 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 это какой? По счету, я каждый раз у тебя спрашиваю, ты знаешь просто хронологию. Это смотри, я тебе так скажу, это все вариации на тему третьего. Четвертый Морталик тоже уже был на первом PlayStation, но Mortal Kombat Trilogy, это то же самое, что Mortal Kombat 3 Ultimate на Sega, только еще с несколькими персонажами. Там именно оно, ну, как бы чуть-чуть расширено, и вот это все. А так, в общем и в целом, это все третий Морталик. Четвертый, там где Шинака представили, он уже был отдельной игрой, и он был псевдо 3D. То есть там, это, это все было на, простите, на первом PlayStation, вот, но там именно, там во-первых можно было брать камни, которые на карте лежат, и кидать их. То есть там было взаимодействие. Ну это как сейчас. Да, 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 и там, там же было, то есть там реально ты мог отпрыгивать, грубо говоря, к себе поближе к экрану, или от экрана, то есть в третьем измерении, псевдо 3D. Я правда не помню, свободно ты мог так отпрыгивать, подпрыгивать, или это там, в какие-то моменты сам персонаж такое делал, но в общем и в целом, да, такое там было. И по сюжету, Mortal Kombat Trilogy, это третий был, да. Вот, короче, это как раз плюс-минус, на PS1 был Mortal Kombat 3, в общем, там были игры, которые в принципе, даже кто-то из нас знает, потому что я не буду называть, там было много такого, чего мы не знаем, вообще всяких непонятных, я читаю и не понимаю, даже там не то, что Metal Gear Solid, а просто там досвидос, что. Вот, но были и известные нам. И тут очень смешно, тут предложен ролик, самый первый E3, самая первая E3 конференция была в 95-м году, прикинь. И тут, короче, Sony с самого же первого E3, возможно, E3 поэтому и образовался, потому что вообще Sony стала Sony, PlayStation. Тут хрен его знает, но, короче, тут очень смешно, тут именно чуваки по белгейцам сидят, супер задроты, лысеющие по ленте чуваки, чуваки в больших очках, такие, как будто все это наши батя сидят. Вот, но тогда, они уже тогда батями, были, то есть это скорее дедушки уже сидят. И, знаешь, 95-й год, ну, вообще нет, в 95-м году как раз бати были батями, примерно, плюс-минус, и, значит, все очень смешно выглядит, короче, сама по себе конференция, там сзади такой, знаешь, как у Дворцов культуры в Челябинске сейчас, там на сцене именно такая большая шторина, такая, как, короче, вот там такая шторина. Я понимаю, да-да-да-да. Сейчас для E3 это смешно, естественно, выглядит. Сейчас там E3 это супер-шоу, там, вот, тогда это была именно вот такая штука. И, значит, первый PlayStation показали, естественно, первый PlayStation там привлекли много, что для первого. Например, тут есть фотка, где Майкл Джексон играет на E3 в плойку, в первую. Ух ты. Да. Короче, ну и там понятно, здесь рассказывают, какие еще игры выходили на плойке. Потом вторая плойка. Это все еще Xbox'а нет, напоминаю. Второй PlayStation. То есть, Xbox еще и даже во время второго PlayStation. У тебя первого PlayStation не было дома? У меня никакого не было PlayStation дома, кроме четвертого. А, у меня был первый, мне его Виталик тупо на год, мне кажется, отдал. И я там и во второй Warcraft играл, и во всякий бред, ну, в Морталик, разумеется, и во всякий бред, типа, сноубордов каких-то там, ну, просто реально. Да, тут, кстати, тут, кстати, есть сноуборд. Консольщик сидел, и вот, да, во всякое такое играл. Да-да-да. Короче, вот, да, кстати, сноуборды я тоже видел, я поржал, думаю, кто вообще в это играет, но, в разные сноуборды, а уж тогда-то это вообще шок был. То есть, ни хрена себе, можно в сноуборд играть. Короче, вот, PlayStation 2, она появилась, тут написано, полноценный показ PlayStation 2 состоялся в сентябре 99-го года, но, видимо, в 2000-х годах там появился PlayStation 2. Понятно, что до России он не так быстро долетел, потихонечку, вот, и начинается уже запуск Xbox'а. Вот, наблюдая за успехами PlayStation, Билл Гейтс решил, что Microsoft тоже нужно свое игровое устройство. Он опасался, что в будущем PS2 навредит продажам ПК, понял? То есть, Билл Гейтс тогда думал про Windows, про свой, естественно. Блин, представляешь, Плойка станет новым ПК, все дети будут только на PlayStation'е, соответственно, жить, и наш Windows все станет неинтересен. Вот, и, короче, они заявили о Xbox'е, причем сразу же они именно техничище. То есть, Xbox, они зашли с технической стороны, это их именно фишка была, когда еще на Плойке не было вообще никаких жестких дисков во второй PlayStation. Они сказали, что у них будет жесткий диск, короче, у них будет Ethernet порт, вот. Типа, это вообще у всех шок именно, нихрена, и именно Microsoft Xbox 1, она, видимо, была очень дружелюбна для разработчиков. То есть, блин, нифига, классно, вообще, подплатформа, видимо, легко, не знаю, C-Sharp'а тогда не было еще. В общем, на чем-то писали. И тут еще раз, да, тут еще прикольно, короче, показывают ролик, как тогда уже был известен Дуэйн Скала Джонсон, ну, вот этот рестлер, и они вместе с Биллом Гейтсом стоят, представляют первый Xbox, и шутки шутят, именно, и там друг друга подстебывают, именно такой супер тестостероновый чувак, я имею в виду Билл Гейтс, конечно, вот, Билл Гейтс, я имею в виду, стоит супер такой задротыч, вот, и вместе со Скалой, это смешно, смотрится, 2001 год, CES, вот, короче, и на E3 2001 компания объявила дату релиза, соответственно, и Xbox, они запустили, то есть, короче, тогда Xbox попер, и вот первый Xbox, он неплохо продавался, соответственно, они как бы себе застолбили место, что они тоже консоличи, Microsoft, вот, тут очень смешной казус, я напоминаю, непонятно, кто злой, кто добрый во всей истории, например, на первом же E3, на первом же E3, у Sony, короче, у них было все уже приготовлено, в смысле, на первом, на том E3, на котором Xbox выступал первый раз, то есть, на 2001 году, до этого Xbox, соответственно, 6 лет прогуливал, они не знали, вообще не было такого Xbox и Microsoft на E3, и, короче, соответственно, у Sony было свое классическое место вечернее, самое топовое время, когда они показывали свое представление, вот, а майки, они в последнюю секунду на E3 заявились, и у них не было конкретного времени классного, и их поставили утром, причем тут написано в 8 утра, знаешь, что такое игровая конференция про консоль новую в 8 утра, при этом, до этого, до этого, вечером, вечером, до этого, накануне, была Sony конференция, которая перетекала в автопати для журналистов, и тут он рассказывает, именно чувак, экс-президент подразделения Entertainment and Devices в Microsoft, Робби Бах, некий, хорошая, да, фамилия Бах, вот он, короче, рассказывает, что, что ни хрена себе, мы, говорит, выходим в 8 утра на следующий день, и все журналисты с похмелья сидят, вот реально, то есть, короче, чуваки нажрались на Sony конференции, и просто, короче, ну, то есть, было очень плохо, типа, он говорит, что плохое именно впечатление осталось, то есть, вроде все радовались, классно выступили, но у меня, говорит, именно плохое какое-то впечатление было, потому что вышли именно в 8 утра, все бухие сидят, никому ничего не надо, короче, половина не пришла, соответственно, короче, типа, вроде как плохо, но поперло, тем более, там как раз Хала, Хейла вышел, как раз, и на Xbox, и как раз все в Хейла начали играть, короче, потому что, я так понимаю, Хейла это полностью Xbox история, скажем так, это его история, вот, и все такие, нихрена Хейла, Xbox, скажем так, поперло, и продажи тоже поперли, что-то тут все, все вроде нормально, и после этого уже Xbox 360 запускали, Xbox 360, это 2005, 2006, и сделали уже гениальное промо-компанию, что там, короче, чуваки выпустили игру на Xbox, на обычный, в которой надо было открывать скрины игр, которые будут на Xbox 360, а потом, когда ты откроешь все скрины игр, тебе откроется дополнительно промо-ролик нового Xbox, соответственно, прикольно, и, короче, все, да, и там началось, короче, я говорю прикольно, но, но это действительно интересно, хотя бы, прикольно, реально прикольно, да, да, и там еще тогда было популярно, тогда еще в «Властелин колец» только выходили фильмы, сейчас-то мы про них знаем, как историю, вот, а тогда еще в кино можно было смотреть, ходить, и тогда вот Элайджа Вуд вел по MTV, значит, передачу, где рассказывал, короче, про Xbox 360, презентовал, то есть, вообще, досвидос какой-то был, то есть, это супер старые такие времена, классические MTV-шные времена 2000-х годов, и потом уже, короче... Он что-то вел, кстати, как-то мимо меня прошло. Да, я нажал, и смешно выглядит, что Элайджа Вуд что-то ведет вообще, он, в принципе, ну, не очень похож на ведущего, честно. Он не бревно, он норм. Да что-то говорит, я не знаю, ну, он, в принципе, актер, ну, хрен его знает, вроде нормальный. Я понимаю, да. Да, да. Дальше написано, через несколько дней после шоу вот этого по MTV, Билл Гейтс и Xbox 360 появились на обложке журнала Times. Это, видимо, уже вообще признание когда-то на этом журнале. В интервью журнала этого, короче, Билл Гейтс не стеснялся подевать конкурентов, непонятно, кто злой и добрый, напоминаю, заявляю, что когда Sony запустит свою PlayStation 3, то компании придется бороться за внимание покупателей с Halo 3. Типа, он именно 3, то есть, к тому времени уже Halo 3 выпустят, пока те PlayStation 3 свою срану выпустят, короче. Вот. И, значит, что было дальше? Что было дальше? Сейчас я перемотаю. Ну, тут просто, что, короче, Xbox 360 очень круто продавалась, досвидос. она, во-первых, дешево стоила, ну, во-первых, по сравнению дешево стоила по сравнению с PlayStation 3, которая потом выйдет, и поэтому Xbox 360 охрененно продавалась, она стоила 399 баксов за версию с жестким диском на 20 гигов. Вот. И, короче, тут показываются разные версии Xbox 360 на фотках. И, в общем, все сметали с полок тут, как обычно, досвидос. Там, причем, на Xbox 360 были такие игры, как, например, Call of Duty 2. Вот так. Я, чтобы ты понимал, просто чуть-чуть бэкграунда ворвусь. Я же как раз в этот период, 2004-2005 год, я был модератором у нас на локальном форуме раздела про игры. И именно консольный раздел, то есть я там был, ну, как бы, общим модератором, это все мне, но у нас там нас было трое, и мы распределили, кто за что отвечал. Я отвечал по бреду. Ну, как бы, как по бреду? Мне, в общем, это достаточно интересно, но, тем не менее. Я отвечал именно за консольный раздел. Я поэтому в теме, потому что там уже тогда, еще когда только были все эти анонсы, уже тогда сильно спорили, срались на форумах по поводу того, что круче, PlayStation 3 или Xbox 360, и там это свидос, там прям реально ежедневные баталии. Консольный раздел, он горел просто больше, чем там раздел ММО, я не знаю, мне кажется, на тот момент. Это с учетом того, что у нас свой локальный сервер Lineage был, на котором, по идее, должно было в ММО все гореть. Ну, в общем, да, это было прям, это был прям кайф. Да, да. Причем, тем не менее, несмотря на то, что Xbox 360 был достаточно популярный, причем мы с тобой на Xbox 360 даже проходили GTA 5, то есть, настолько долго это жило все. Да, да, так и есть. Вот, то есть, именно история длинная у нее была, но здесь говорят, что на самом деле не без проблем, то есть, Xbox 360 была такая проблема, которая называлась красные кольца, что ли. Ну, вы знаете, как Xbox выглядит, у него там, где кнопка включения, кольцо вокруг него, и оно светится там зелененьким, вот, и оно красненьким светится, когда какая-нибудь ошибка консоли. Ну, да, это просто синоним ошибки, да. Да, 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 и вот красные кольца смерти, типа, появлялись очень у многих чуваков, короче, консоль перегревалась сильно. Причем, Microsoft постоянно говорили, что да нет, чуваки. Написано, что Microsoft наставила, что бракованными можно было бы считать всего лишь треть процента произведенных устройств, хотя, опять же, казалось очевидным, что проблема намного масштабнее. Так, один из владельцев Xbox 360 за несколько месяцев сменил 11 устройств, и ни одно из них не работало нормально больше 8 недель. Причем, он обнаружил, естественно, в своих приключениях, в кавычках написано, что Microsoft зачастую посылала на замену не новые консоли, а восстановленные. И говорит, с каждым разом ему техническая поддержка еще неохотнее, неохотнее, естественно, реагировала на претензии, потому что, ну, чувак сменил сток консоли, то есть, у Xbox 360 тоже было не все гладко, но тем не менее, у них перло. Да и вообще, Xbox 360 это супер на слуху консоль, и даже, ну, геймпад от Xbox 360, это все-таки, я не знаю, я его хочу в музей поставить, потому что, это отдельный вид искусства, и чуваки тогда продумывали уже все гениально, все еще можно на Xbox 360 геймпаде играть, короче, лучше, чем на любом девайсе в мире. Хотя, я бы напомню, даже в тот момент уже в нем была дырка под гарнитуру, именно, чтобы ты проводом не в эту, не в консоль тянул наушники, а именно в геймпад в себе, в беспроводной, втыкал, там, правда, гарнитура именно в одно ухо. У меня, мы как раз на Xbox 360 моего брата проходили GTA 5, и там именно в комплекте оно лежало, то есть там с одной стороны наушник, с правой конкретно, из него же идет микрофон, а с левой стороны вместо наушника просто пластмассочка, которая тебе в голову упирается, чтобы она, ну, чтобы эта хрень на голове держалась, просто и все. И чтобы круто выглядела, видимо, еще. Ну да, это так нелепо и смешно, но как бы вот да, типа прикольно. Ну да, да. Тут дальше написано, что на самом деле они потом, конечно, начали справляться, гарантийный срок для таких консолей повышали и так далее, но тем не менее вот всякие такие приколы были. И потом как раз вот запуск PlayStation 3 написано, что если у Microsoft удалось успешно вступить в новое поколение, а это как бы каждый раз же это новое поколение называется, у Sony начались проблемы после фантастического успеха PlayStation 2. PS3 была официально представлена на E3 2005, вот, короче, и как я понял, основная проблема, основная проблема, тут смешно, демонстрируют новые дизайны дуал-шоков и там именно очень дерьмово и плохо приняли публика новые дуал-шоки и, короче, их откатили назад, сказали, ладно-ладно-ладно, оставим старые, короче, то есть даже чуваки в Sony смотрят на отзывы, на комменты и делают, короче, как люди им говорят, прикинь, настолько, настолько бывает. Ну, тут всяко, пишут, что, да, некие всякие игры, типа Killzone 2, например, ее очень красивый трейлер CGI-ный выпустили, оказалось, что это только CGI, а типа игра не такая, короче, красивая, ну, всякие разные скандалики были небольшие. На самом деле, классика, если честно. Ну, Я просто вспоминаю, Warcraft 3 Refunded, там тоже ролики рендерные, лучше, чем, вот да. Простите, финальное творение, уже именно говорить, опять же, пойти со стороны вам чувакам, всякие кредо, вот именно творение. Вот именно. Ну, короче, тем не менее, энтузиазм публики оказался немного развеян после объявления цены 499 долларов за версию PS3 с 20 гигами и 599 долларов за 60 гигабайт на устройство. цифры оказались значительно выше, чем Xbox 360 цены, который успешно продавался уже больше полугода, то есть, те заскочили еще и задешево, а, соответственно, Sony, как бы, немножко обосрались, причем они обосрались в основном еще из-за того, что они Blu-ray привод поставили в PlayStation 3, вот, но это никого уже не волновало. Что вы там поставили? Sorry, уже мы тут Xbox 360 всей Америкой купили и как бы уже играем в Halo. Кстати, на форумах конкретно это как плюс рассказывали, то есть, там чуваки именно, ооо, это лучший Blu-ray проигрыватель, который можно купить, это PlayStation 3 там и так далее, ну, там, собственно, и игры на нем выходили, но да, кстати, в этой статье было что-нибудь про вот этот HD DVD или не было? Неа, не было, не было. Потому что Xbox, они же как раз, по-моему, Xbox 360 они как враги были, да. Некоторые были именно как версии с HD DVD, не просто с DVD, а с HD DVD. И, соответственно, ну, типа, это тот формат, который не прижился в сторону Blu-ray, да, да, и они, типа, поддерживали одних, эти поддерживали свою технологию, соответственно. Ну да, тут, кстати, про это не сказано, ни хрена. Короче, вот, значит, PlayStation 3 не покатила, но, тем не менее, тут написано, что Sony прекрасно поработала над исправлением недостатков своей главной системы, то есть, каждая консоль, в принципе, выравнивается. Новые ревизии, новое железо, все выходит, поэтому понятно, что люди более-менее, короче, знают, как делать бизнес, что, то есть, даже если сильно консоль не удалась, то она более-менее потом всплывает вверх. А потом наоборот, потом, короче, Xbox One, Xbox One и сразу неприятные для пользователей слухи о новой консоли Microsoft начали ходить еще до анонса. Так предполагалось, что новый Xbox потребует постоянного подключения к интернету, а если соединение будет дольше трех минут, то игры перестанут быть доступны до появления сети. Короче, подобные новости и так обсуждались в негативном ключе, но обстановку умудрился еще больше накалить креативный директор Microsoft Studios Адам Орт. Ну, вот я сегодня вам писал в телеге, и, короче, вот этот Адам Орт в Твиттере написал, что, типа, не понимает, почему всех так возмущает необходимость иметь постоянное интернет-соединение. Он был убежден, что стабильная сеть обязательный атрибут современной жизни. Ну, кстати, он был прав, но только немножко на 10 лет. Ошибся. Да, как бы, он может быть сколько угодно прав, но ты, когда публичный, так скажем, человек, который все такое говорить вообще нельзя. Так нельзя. Конечно. Тем более, люди реально, некоторые играют без интернетов. Ну, типа, да. Ему, естественно, миллиарды людей ему написали, чувак, мы тут вот не с очень хорошим инетом, а кто-то вообще без инета играет. А он еще хэштег смиритесь поставил, написал. То есть, obey практически. Короче, естественно, хороший тролль, возможно, он даже не столько тролль, сколько как-то, ну, он так видел. У него какой-то крик души. Я представил себе, что он до этого работал годами над Xbox One, и чуваки его залаханили, значит, про это, и у него жопа отлетела, короче, в один момент. Он похрен увольняется, короче, пишет твит, смиритесь. Он, возможно, еще поспорил на то, он именно эту фичу заверял, ему говорит, чувак, может как-то, ну, вдруг к ним всех инет, ну, кого вы че, у всех инет, стопудо, ты скажешь, давай поспорим. И все, и он как бы проспорил, и он понимает, что ему уже нечего терять, и он уже так, да, смиритесь. Да, 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 короче, смиритесь. Соответственно, все, уже у Xbox One немножко подмочена была репутация до запуска консоли. Далее, в первые минуты конференции Xbox One выяснилось, что Microsoft собирается продвигать новую консоль не столько как устройство для игр, а как мультимедийный центр. Первые полчаса спикеры говорили исключительно о том, что Xbox One станет быстрым, умным расширением телевизора с мгновенным переключением между ТВ-каналами, фильмами и музыкой. Про игры на конференции рассказали. Слушай, вот когда ты мне это только говорил, да, когда ты это в телеге нам писал сегодня, я такой думал, блин, что-то как-то бредово. А сейчас я когда вспомнил о том, что чуваки на полном серьезе говорили, что PS3 это лучший блюрей-проигрыватель, я теперь понял, что имели они в виду, но, видимо, как-то, да, не на игровой конференции надо было об этом говорить. Да, да, то есть, короче, тут немножко ошиблись именно с подачей, причем вышел Фил Спенсер, который все еще выходит, который отвечает все еще за Microsoft Xbox направление, которое все еще на Е3 выходит. И вот Фил Спенсер вышел, сказал дежурное заявление, что Microsoft объединилась с разработчиками по всему миру, чтобы сделать Xbox One лучшим местом для создания контента. И там несколько трейлеров показал, ну а до этого было очень дохрена, значит, вот этого мультимедийной темы. Однако после этого про игры вновь будто бы забыли, и выступающие рассказывали о сериале про Хейла и сотрудничестве со Стивеном Спилбергом. В конце конференции Метрик сказал, что Xbox One поступит в продажу в 2014 году по всему миру и показал ролик Call of Duty Ghosts. После подобной презентации было не совсем понятно, для чего именно нужен новый Xbox, играть в игры или смотреть телевидение. В 2019 году Фил Спенсер говорил, что эта презентация не понравилась не только пользователям, но и многим разработчикам Xbox One. И тут реально есть, короче, цитата Фила Спенсера про то, что, типа, ему разработчики говорят, что, чувак, ты что вообще сказал там? Мы для чего делали эти игры-то? Чтобы ты про телек рассказывал именно? Мы ждали, что вы про наши эксклюзивы что-то хотя бы расскажете. Да, скажете, что у нас игры, да, миллион игр, которые мы делаем, там презентуете, вот, а вы, короче, какую-то фигню сделали. Неудивительно, что после всей критики в адрес Microsoft выступление компании на E3 2013 было целиком посвящено играм. И они, как с 2013 года, вот заладили, говорю, до 2019 вплоть, хреначат только трейлер. Там не всунуть никуда, там, значит, одни трейлеры, трейлеры, трейлеры. У Microsoft вообще там просто одни игры максимально. Они там на всякий случай вообще не отклоняются. Видимо, они, они как бы заимствуют опыт. Вот. И, короче, в конце конференции Spencer заявил, что Xbox One выйдет в ноябре 2013 года в 21 стране по цене в 499 долларов. 499 евро для Европы, соответственно. Значит, пусть постоянного подключения к интернету консоль не требовала, но игроку все равно надо было не забывать входить в сеть раз в 24 часа, чтобы Xbox One проверил все лицензии, насчет которых у Microsoft оказалась новая политика. Дело в том, что первоначально компания хотела сделать так, чтобы к профилю Xbox Live привязывались Xbox Live, точнее, привязывались даже игры куплены на дисках. То есть, короче, если ты физическую копию ставишь, она привязывается и, по сути, диск бесполезен, можно его с балкона запускать по классике. Соответственно, и тут еще были, как бы можно было передать устройство у друга, но только если было условие 30 дней в друзьях. Типа, это все сделано, как будто, чтобы чуваки не продавали. Как будто, чтобы не было вот этого рынка отдельного от Microsoft. Во-первых, это как минимум уже кажется немножко так знаешь. Возможно, чтобы просто не передавали. Ну, типа, один и тот же диск активировать там в 10 каких-нибудь этих, в 10 консолях и в 10 ROM играть в одну копию. Вот чтобы вот этого, наверное, еще не было. Ну да, но это по сути, типа ты свои бабки типа тратишь, если чуваки ставят по 100 игр. Ну, чтобы они, если будут передавать, соответственно, ты деньги теряешь на том, что у тебя не покупают игры. Это как минимум выглядит уже не очень, да, для игроков. А как минимум еще как максимум неудобно. То есть, как бы ты в натуре хочешь другу дать, а надо, чтобы он 30 дней у тебя был там и так далее. Какая-то хрень. Ну, окей. Вот. И, соответственно, вот они такое заявили, и все немножко сразу как-то настороженно посмотрели вообще на Xbox One максимально настороженно. Во-первых, это мультимедиа какой-то непонятный девайс. Во-вторых, еще и там все как-то сложно. Естественно, сразу же говорю уже. Есть что сказать. Мне то ли ты, то ли кто-то рассказывал, что у кого-то друг обходит блокировки через Xbox встроенный браузер или через их какую-то хрень, что там все работает вообще. Все, что в России заблокировано, тупо можно через Xbox One смотреть, как мультимедийное дерьмо. Так что, походу, их план реально сработал. Вот. И о нем почему-то даже знают люди. Блин, я реально не помню, кто мне это говорил. Но это, скорее всего не я, но это такое, знаешь, вот наоборот, когда, помнишь, была тема с сильным блокированием телеграма, в этот момент заблокировали много левой хрени, выставили практически по другим чувакам. И, соответственно, PlayStation Store не работал жестко. Вот. Мне интересно, Microsoft, все вот эти приблуды, они как вообще жили, не жили? Возможно, они как раз тогда и придумали этот обход, как у дурачи в телеге, автообход. Потому что реально, ну, видимо, это в рабочем чатике, я завтра у них уточню, мне говорили, что реально через Xbox One у кого-то друг просто все смотрит вообще. Даже там, где можно премиум пожизненный купить, даже вот это, там открывается без рост телекомовской прослойки там и так далее и тому подобное. Вот. Да, да. Ну, короче, естественно, на вот эти все заявления по поводу передачи игр сразу отреагировали Sony, которые сняли, я напоминаю, ролик в минуту, в минутный ролик, где просто чуваки друг другу передают диск, говорит, типа, шутливое видео, как давать игры друзьям. И там просто степ один, короче, даешь игру, все, конец. Ну, типа, зарофлили над Xbox. В общем, у Xbox One пошло не очень сразу же. Репутационно не очень, по бабкам не очень, вот. И все это, особенно то, что оно стало привязываться, но напоминаю, каждая из этих консолей потом выравнивалась более-менее. Потому что Xbox One потом все равно выравнился, его все равно покупали, брали и... вот. Xbox One вышла, Xbox One X, там всякие различные, короче, их уже брали нормально, я думаю. Ну, как нормально? Опять же, там непонятно, как нормально, но тем не менее, не так, что прям провально. Вот так. Короче, далее, запуск PlayStation 4. Sony анонсировали новую консоль 20 февраля 2013 года. Презентация заняла 2 часа, и самое главное, что, опять же, по злым и добреньким, по злым и добреньким, короче, я так понимаю, их презентация была сразу после презентации Xbox. Вот сразу после, чуть ли не там, там, через несколько часов. И она, короче, проводилась конференция после мероприятия Microsoft. У компании была возможность подстроиться и сыграть на слабостях конкурента. Значит, чувак вышел, который представляет, рассказал, что у владельцев PS4 не будет никаких проблем с перепродажей игр, подчеркнул, что компания уважает право игроков распоряжаться приобретенным диском с игрой по своему усмотрению, окончательно покорили публику слова о том, что PS4 не потребует обязательного интернет-соединения, покупатели смогут находиться оффлайн сколько захотят, а устройство не пришлет уведомления о необходимости провести обязательную суточную проверку лицензии. Ну и еще... Они, короче, хорошо протроллили. Протроллили, и еще и дополнительно он сказал, что будет стоить 399 долларов. Я думаю, это главный плюс. Просто на 100 баксов дешевле. И все. А на чем они, простите, тогда... Ну то есть, в чем то, почему они при этом все равно смогли заработать? Вот мне интересно тоже, то есть, они сейчас за счет чего-то эту цену высирают, правильно? То есть, ну ладно, хорошо, 499, они там сотку на Blu-ray накинули, да? Тут, видимо, Blu-ray уже, ну как бы, это фишка. Просто, чтобы ты понимал, Blu-ray это соневская полностью технология. То есть, они не должны сами себе лицензию платить. Ладно бы, Blu-ray это какой-нибудь Blu-ray консорциум, как MPEG-4 консорциум, за который реально тупо, ну ты за лицензию все. Или знаешь, как NVIDIA G-Sync. Вот мониторы, в которых NVIDIA G-Sync есть, они тупо дороже, чуть ли не на там сколько-то сотен баксов, просто из-за того, что там есть NVIDIA G-Sync, а NVIDIA за это просят бабки. Ну да, да. Тут скорее, не, ну они тогда, наверное, попросили бабок просто, что они такую технологию дорогую, типа, не то, что даже лицензия, а просто они там, представляешь, спаяли. Blu-ray, ни хрена себе, короче, да, еще 100 баксов. Вот, а тут почему-то дешевле, может быть, как раз Blu-ray наладился, теперь можно сотку-то скинуть, то есть, теперь это Blu-ray, это полностью налажено. Хреново, как они это делают. Может быть, это гениальные политические, именно экономические ходы, но просто самому-то тоже надо заработать, ты же как бы не в ноль надо продавать приставки, все равно, значит, приставка еще дешевле стоит, как мы знаем, раз ее продают за 399, значит, она вообще стоит 100 баксов. Я слышал такую версию, что те, кто продает консоли, они зарабатывают на продаже игр, потому что все равно разработчики, да, они все именно, все разработчики, за то, что они делают игру для PlayStation, они отстегивают, я так понимаю, PlayStation за то, что, ну вот да, поэтому, скорее всего... Но они как минимум, как Steam отстегивают процент за покупки игр, то есть, они же в PlayStation Store покупаются, соответственно, все проценты бабок. Да, то есть, короче, понятно, что, ну, наверное, можно и в более-менее, ну, там, наверное, не в ноль, ну, зарабатывают 50 долларов с консоли, может быть. Вот, там, короче, и... Вот, поэтому, соответственно, Xbox One немножко плохо был в глазах, PS4 была хороша. И вот так вот, получается, знаешь, оно по спирали идет, и, возможно, опять же, тут просто продолжение уже, собственно, заканчивается статья, что, типа, вот анонсировали PS5, и анонсировали, Xbox вообще чуть ли не показали, то есть на прошлой E3 вообще его скрином показали, Xbox Series X новый, вот этот вот, который будет квадратненьким таким продолговатненьким стоячим хреновиной. Да, Яндекс Станция, да. Вот, его вообще показали, и он будет раньше, то есть они хотят быстрее запрыгнуть на рынок, соответственно, а PS5 только еще вон там что-то открыли. А так можно было, что называется? Они договорились хоть между собой, или как вообще? Я не знаю, как у них там это происходит. Я понимаю, что они там не договорились, это в конце концов конкуренты, но просто, мне кажется, ну, так в подляк делать, ну, то есть... Типа, позаранее начинать продавать? Ну, да, типа, чуваки, камон, мы же все-таки, ну, у нас нормальная, здоровая конкуренция. Ну, я опять же утрирую, то есть наверняка всем... У них, я думаю, вообще нездоровая конкуренция максимально, там просто, скорее всего, да. Ну, вообще, я, кстати, не знаю, насколько они делят. Может быть, знаешь, у них уже все так поделено, как у Трампа с Хиллари, то есть там все штаты более-менее плюс-минус знают, кто за кого голосует, и только какой-то одной, один решающий штат говорит, а на самом деле это все одна жаба и одна гадюка. Вот. Может быть, может быть. Но хрен его знает, как они по бабкам, но я так понимаю, Xbox Series X, естественно, выходит раньше, PS5 позже, и вообще из-за того, что типа Xbox One X, он считается сейчас самой топовой консолью по железу. И вообще, короче, Microsoft именно сильно настроена на то, что они прям будут крутые, очень сильно. Плюс они реально на E3, на всех последних, очень сильно мощно выступали, хотя игры там половину не их, вечера показывали, Cyberpunk тоже. Ну, типа, Cyberpunk не сильно относится вообще как-либо к какой-то консоли, мы сами понимаем. Пошел на PlayStation купил. Посмотрел у них трейлер у Microsoft, пошел на PlayStation купил. то есть, это как бы да. Но, тем не менее, они мощные. И Sony отказалась от E3, соответственно, она не приедет ни на одну конференцию, потому что коренавирус, то есть, вообще все конференции, по сути, отменены в этом году. Все эти Pax East, вот эта вся восточная тема, куда они могли там что-то показать. Понятно, что они могут провести конференцию какую-нибудь там, просто одну Sony Conference, там одну какую-нибудь в конце года и показать плойку, скорее всего, так и будет. Вот. Но сейчас все вообще, то есть, вообще тупо глухо. Вообще никак. Тем более, что в Японии, если мы говорим про PlayStation, там-то тоже коренавирус. То есть, там-то тоже близко все. Это не то, что там типа, ну, могут американцы выйти. Вот с Xbox попроще, там американцы выйдут просто. А PlayStation в этом плане, они все-таки там, ближе к опасности, скажем так. И поэтому, короче, они сейчас немножко без конференции, они сейчас немножко без показывания консоли. Вот. А Xbox сейчас более, типа, они показали уже консоль, то есть, все уже могут бабки приготовить. Они уже там и железо анонсировали. А сказали, сколько готовить? Железо есть сегодня, видеоанонс. Я, кстати, не смотрел, сколько. Нет, по-моему, не сказали еще, сколько готовить. Я сейчас тебе не могу сказать точно. По-моему, не сказали. Ну, это будет все, опять же, вот в районе 450, ну, типа, 400-450 баксов. То есть, опять же, это интересно именно в разрезе того, сколько Sony зарядит за консоль. Ну, понятно. И как это доедет, но, опять же, агрессичный. Каким-то образом синхронизировать. Понимаешь, они сейчас объявят 399, а Sony объявят 349 за это. То есть, это как-то, ну. Да. Тут интересно. Я, конечно, понимаю, что никто не говорил, что будет легко. Но надо же как-то. Они такие, представляешь, они в натуре такие встречаются, ну, давай, ну, давай хоть скажем, ну, что у вас хотя бы будет там? Вообще, SSD-шка будет хотя бы? Ну, будет, ладно. Что, будет поддержка прошлых игр? Ну, будет, ладно. Ну, у нас тоже тогда будет. Про поддержку я, кстати, уже это, читал тоже сегодня, что есть все Xbox-овые игры, ну, Microsoft-овские игры будут, короче, если ты их купил на Xbox One, то они у тебя будут в новом. И, соответственно, они сказали, что там, ну, а другие издатели, они могут подстраиваться. Типа, захотят, тоже так сделают, не захотят, не сделают. И, кроме всего прочего, у них еще этот, от Xbox 360 и оригинального Xbox'а будут диски подходить. И мало того, что будут подходить, будет красивее графика. Там какой-то апскейл модный, автоматический будет, что, ну, типа, есть смысл заново пройти эти игрушки, любимые на Xbox Series X, потому что они будут круче выглядеть. Практически ремастеры. Авторемастер какой-то будет. Ну, прикольно, прикольно, да. Sony тоже сказали, что у них будет поддержка. Опять же, тоже не сказали всего. Вот, не сказали так, у нас все вообще будет поддерживать. Тоже сказали, что большинство игр будет поддерживаться, типа, с PlayStation 4. Это тоже, наверное, подразумевает то, что те игры, которые сделаны, там, определенными разработчиками, но просто, как мне кажется, с PlayStation тут им проще, потому что у них более закрытая система, в отличие от Microsoft. У Microsoft и на компе, как бы, работает, и на Xbox. То есть, у них немножко, как бы, с этим, да. Вот, у них там мало ли чего выходило на компе, там, что только не выходило. Вот, а на PlayStation-то, что выходило, оно стопудово под PlayStation было заточено, поэтому то, что они сделают поддержку, это, ну, как бы, для них это не самая проблема. А ты думаешь, а вдруг там, они все равно, ни один костыль был написан, чтобы это было, чтобы это работало? Потому что на словах вроде как бы да, а вот не на словах вдруг там реально... Мы знаем, конечно, но мы знаем, что бывает в натуре костыли, мы как бы тут, да, мы не то чтобы в сказке сидим, реально, но вроде как они обещали, по крайней мере, по крайней мере заявили, что будет поддержка, поэтому, короче, но опять же, мне вот, не то чтобы похрену, в смысле, мне это как раз не похрену, но в любом случае, если я уже куплю новую консоль, то все... А почему тебе не похрену? Ну, имею в виду, Потому что у тебя есть библиотека игр, и если бы они просто тупо в новую, ты бы вставлял, и они бы там подцеплялись, то тебе было бы прикольно, потому что не надо бы тупо вторую консоль тоже держать, ты бы как бы просто одну поменял на другую, и все. Да, это все равно приятно, очень сильно, максимально приятно, особенно у тех, у кого побольше библиотека, там именно у кого там по 100 игр куплено, вот, на консоли, это уж совсем приятно, вот, но я после того, как куплю, если PlayStation 5, или когда я куплю PlayStation 5, уже знаю, по мантрам говорить, вот, то я не буду покупать на PlayStation 4, нихрена, честно скажу, вот нихрена не буду покупать на PlayStation 4, и также, если я куплю, если бы я у меня был сейчас Xbox One, я бы Xbox Series X купил, и хрен бы я что покупал на Xbox One, потому что, ну зачем? У меня новая консоль, это я согласен, просто, вряд ли будут еще и какие-то эксклюзивы, типа, на One мы еще выпустим, а на новую не выпустим, хотя, наверное, кто-то будет, знаешь, как делать, покупать на One, потому что там играть, там, на 10 долларов дешевле, и похрен, с дерьмовой графикой какой-нибудь, просто играть, и все. Ну, кстати, может быть такое, типа, да, да, может быть такое, да, и будут специальные дорогие издания на, на Series X, короче, чтобы чуваки подороже покупали для новой консоли игры, ну да, может быть и экономить, ну да, ну, в общем, вот такая история, просто, мне просто было интересно про консоли, честно, я вот взял просто от души сегодня с утра прочитал, вот, и, в принципе, все, у меня, я думаю, да, ни для кого не секрет, что ты консолич, я тогда буду сейчас подудю, небольшие вопросы задавать, как минимум первый, а почему, когда ты покупал PlayStation, ты купил PlayStation, а не Xbox? Потому что Xbox One, как ты говоришь, провалился, или были какие-то эксклюзивы, ради которых было куплено? Ну, смотри, по крайней мере, тогда, когда я брал, у нас в России, скажем так, у нас в России, вообще, мне кажется, это максимально именно лакмусовая бумажка, вообще, Россия, в ней слышно про то, и про чё, ну, реально, чё реально крутое, а чё реально не крутое, про это меньше слышно, это хипстеры берут, и вот на тот момент, когда я покупал PlayStation, хипстеры брали Xbox, то есть, это было, ну, Xbox One, именно, я имею в виду, потому что, короче, тогда именно Xbox One, у них ничего не было, хорошо не было вообще, они тогда еще даже на E3 нормально не говорили ничего, то есть, они вот только в последние два года нормально стали сильные, то есть, вот сейчас бы, я бы, может быть, на секундочку задумался, на секундочку про Xbox, я имею в виду, вот, но тогда я даже на секундочку, вообще, у меня не было каких-то задумываний, потому что, короче, Xbox тогда вообще у них ничего не было, и в Halo я не фанат, опять же, и даже, не то чтобы не фанат, я не хочу вникать даже в эту серию, потому что мне неинтересно, чё там, я примерно понимаю, я понимаю про что, но мне как бы это не очень интересно, и вот у них все такие эксклюзивы, у Microsoft, вот всякие, короче, какие-нибудь гонки у них там, у них очень какой-то для американцев, собранный рынок игр, какой-то такой очень, знаешь, стереотипный какой-то, короче, рынок, и на самом деле у Sony свой стереотипный рынок, вот этой всей японщины, и Metal Gear Solid'ов условных, вот, а у Microsoft свой, и поэтому мне не очень интересно, чё у них, у них было мало эксклюзивов особо, и, короче, мне не хотелось вообще Xbox, мне казалось, что это, ну, типа такое, вот, плюс, короче, просто PlayStation, какая-то, ну, такая новая тема, а Microsoft уже тогда сказали, что мы как комп, мы, короче, всё то же самое на Windows, и я понял, что, типа, если ты уж покупаешь консоль, надо что-то, чтобы это отличалось от компьютера, хотя бы, вот, и поэтому я взял PlayStation, тем более, что там-то в натуре были эксклюзивы, вот, по пальцам тебе было сказано, то, то, это эксклюзив, это, и будут ещё эксклюзивы, и вообще, и вот, всё такое, плюс про PlayStation я давно слышу, хотя я и про Xbox тоже давно слышу, вот, но просто про PlayStation давно слышу, что, это ещё когда мы игроманию читали, опять же, всё было PlayStation, PlayStation. А там, да, там редакция сильно, вместе с Логовичем, они были PlayStation Boy, поэтому там, да, там в натуре можно было проникнуться в тот момент. Да, я помню, он сильно ратовал во всей своей видеомании за PlayStation жёстко, это вообще, это было прям такое, ну, вот, короче, поэтому я не, вот сейчас, вот сейчас, знаешь, я, в принципе, ну, дурачок, я мог бы вообще все консоли купить, обложиться, обставиться с ними, и без трусов сидеть, вот, мне как бы, вообще, мне похвено, вот, но я не уверен, что я буду так делать, но если бы я был миллиардер, каждый раз, вот когда именно новая игра выходит, условный Cyberpunk, на чё его покупать? Ну да, но если бы я был миллиардер, купить на все консоли, на всё, был бы миллиардер, я бы на всё покупал, ни в чё бы не играл, но у меня бы везде всё куплено было бы, ещё вокруг везде консоли стояли, вот, и тогда это прикольно было бы, то есть, ну вдруг такой в натуре сел, сегодня у тебя настроение иксбоксовое, завтра у тебя PlayStation настроение максимально. Опять же, а как синхронизировать, ну, как бы, ачивки? Я вот как любитель задрочить всё и вся, я имею в виду по ачивкам, как-то, а как синхронизировать трофеи, трофеи же это называется в PlayStation, или это наоборот в Xbox называется трофеи, я не помню, где-то ачивки называются трофеями. Ну, в этом, подожди, ну, в PlayStation, да, там, короче, этот, там бронза, серебро, вот, там вот это, может быть, они как раз трофеи называются, ну, вроде трофеи, трофеи в PlayStation, я уже... которые как именно, вот мы в мафии с тобой делаем, что... Ну, это и есть ачивки, там, там это ачивки, типа. Да, ну, это же в Xbox'ах трофеи называется, я знаю просто точно как факт, что где-то это называется трофеи по бреду, ну, и там оно ещё оформлено, вроде как в виде этих, типа кубки ты получаешь, кубок за то, что ты там... это в PlayStation, это в PlayStation эти кубки, это и есть трофеи, да, то есть в PlayStation, а в Xbox'е я не знаю как, честно говоря. И вот, и там есть платина, классическая платина, это когда ты сделал... Вот, кстати, чем лучше ачивки, чем в Steam, честно скажу, в PlayStation, там есть одна общая ачивка, получить все ачивки. Ну, в Steam и во многих играх это есть, да. Ну, да, то есть, в смысле, да, не везде, но просто здесь это именно по дефолту как-то сделано, видимо, не знаю, просто опиху подключают платиновую, вот, короче, и ты получаешь всё, и тебе прилетает платиновая, будут платиновые трофеи, так скажем. А тут не трофей, тут, во-первых, когда ты заходишь на эту игру, у тебя медалька горит, у тебя весь интерфейс горит, что ты тут всё сделал, медалька горит, а некоторые разработчики, они тупо именно сделали достижение с названием там идеальный, и там просто его дают, когда ты все остальные достижения апаешь. ну вот, короче, да, вот, это прикольно, не знаю, как на иксбоксе, опять же, там что-то, я думаю, там тоже примерно что-то такое сделано, вот, о чём, кстати, мы что-то ещё интересное говорили про это, ну, в общем, а, как ачивки, вот, ачивки, да, соответственно, у тебя, ты, допустим, играешь на плейстейшн, допустим, накупил консоли, как дурачок, как я, то есть, и, соответственно, у тебя, ну, где-то ачивки у тебя на плейке, ты никак их не синхронизируешь, соответственно, и так же, как с Epic Games Store и Steam, и всё это у тебя только разрозненно лежит, и ты как лох не можешь ничего сделать с этим, абсолютно, но я думаю, что, естественно, ачивки PlayStation 4 будут на PlayStation 5 у тебя, если что, это, ну, на твоем аккаунте они просто по этому, как бы, похрен, они переедут и переедут. Ну, это да, это такие ачивки, а которые именно, если игр нет, хотя, наверное, не все будут и там, и там. А, если игр нет, да не, да, 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 мне кажется, там у них просто монго, просто, короче, у тебя написано там, что есть и всё, и как бы им похрену, есть эта игра или нет. Возможно, даже мы-то не знаем, я-то не знаю, возможно, с PS3 ещё переехало всё, у кого кто PS3-шич. Ну, PS3-шич. Смешно звучит, да. Прикольно, что мы, кстати, на Xbox 360 ещё играли, в этот, в GTA-шку пятую, это даже как-то странно выглядит, то есть, Xbox 360, тут вот, если по статье посмотрите, настолько старая консоль, по сути, это же, ну, практически позапрошлое поколение уже, плюс-минус. Вот, и мы тогда уже GTA 5 была, с достаточно хорошей графикой, и это GTA последняя, GTA 5, сколько GTA-шки не выходили, после этого. Короче, в общем, офигеть можно, именно офигеть. Время, так как сидит по мужикам. Да? Да. Ну вот, чуть-чуть про ремонт, чуть-чуть про игры поговорили, по-моему, про шоу, полноценное абсолютно. Ну, вообще, у нас пока по хронометражу, реально как пришёл, ну, хотя нет, час пятьдесят. Да нет, у нас два. У нас два пришёл. Но, с другой стороны, мы не стопали, мы не стопали, там у нас было ещё минут десять, чая. Ну, это десять, это знаешь, как, я недавно Алине рассказывал историю, которая в Америке у нас приключилась, что, типа, там настолько принято оставлять чаевые, что на нас чуваки, которые там доставщики, они именно на нас даже быдлили, что мы им не оставили чаевые. Хотя, по идее, это наше, как бы, право клиента оставлять или не оставлять их. Вот. Но там именно, если ты не оставляешь чаевые, ты вообще чёрт просто. И это как-то даже смешно о том, что мы тогда чувака просто на халяву спросили, типа, чувак, может, бесплатный напиток? А он нам просто отвечает сразу, просто всовывает. А может, чаевые? И как бы, мы такие, а, ну да. Причём, слушай, это же получается... Нас же тоже этому никто не учил. То есть, мы же, да, это ладно, нам, когда мы туда въезжаем, нам кто-то даёт правило, там, в эти районы не ходить, сюда не ходить, и, кстати, оставляйте ещё чаевые, потому что иначе это там зашкварь. Этого нам тоже никто не сказал, и как бы, да, было смешно, конечно. Так это причём получается, ты всегда должен с собой иметь какие-то там доллобилы в кармане? Ну, в случае Америки, наверное, доллобилы, да, а у нас вот конкретно, мы очень часто в заведениях просто говорим прям в терминале, типа, запишите там себе, ну, типа, пробейте себе чаевые, и ты на полном севере прям в терминал, она спрашивает, сколько, иногда даже, опять же, это мне уже Бушич объяснял, он прям берёт сам терминал, вписывает, чтобы она не видела, сколько там чаевых, вот, и оплачивает сразу же. То есть, вот, но, не обязательно доллобилы, это может быть и электронные чаевые, но, в общем, конечно, да. Блин, я так давно не оставлял чаевые, на самом деле. Я вот последний раз, когда ходил вот в вафельную тему, вот эту, в клеточку печенья где, в Дарвина, в этого, например, нам девушка-официантка, не, мы сказали капучино, чай там был, вот, капучино вообще было забыто, например, то есть, все охрененно, все вкусно, все круто, но вот какие-то такие мелочи, то есть, мы и чаем напилить, но я что-то вот в такой, и так постоянно, на самом деле, какой-нибудь такой прикол, а, кстати, я воспользовался Delivery Club, заказав Burger King, во-первых, во-первых, в Delivery Club, в Delivery Club, так, продолжаем, в Челябинск, но его реально больше любят зачастую, ну, потому что, ну, реально, у меня бы вот за все то же самое взяли, там, 760 рублей, например, а так взяли 560, то есть, 200 рублей за заставку бы еще взяли бы Яндекс, Яндексычи, самое смешное, что там у Яндексычи еще, если, опять же, только чуть-чуть дождь накрапывает, накапывает, сразу 400 рублей за доставку, там просто какие-то дикие досвидосы сразу начинаются, и это, я печалюсь, когда так. Вот, вот, а у этих от 500 бесплатная доставка, я такой балдеж вообще, там ничего не надо идти никуда. У Яндекса так было вначале, а потом они как-то это убрали. Может быть, опять же, может быть у Delivery Club это изменится, тоже хрен его знает, так всегда, я так с такси вангую, тоже вот сейчас новое такси City Mobile, так же будет, как и Яндекс.Такси один в один, тоже через сколько-нибудь. Да, да, наверное, хотя сейчас пока дешевле. Ну, я понимаю, да, и, короче, что хотел сказать, что мне, например, Burger King, как обычно по классике, у нас там школьники какие-то работают, которые плохо учатся, не докладывают, они мне так-то в салоне не докладывают, именно в салоне, и я им всегда говорю, я всегда проверяю, именно в Burger King я проверяю всегда, что мне положили на поднос, чтобы два раза не ходить по мужикам. Один раз мне в Маке чекенбургеры не доложили, и я не стал ни звонить, ни... А я именно просто взял, как обычно, пакет с ручками, и тупо пришёл домой, и понял, что не доложили, и я тоже опечалился. Извини, я тебя перебил, говори. Ну вот, и короче, тут я опечалился, я опечалился, причём, ладно бы мне не доложили в натуре чекенбургер, а мне соус не доложили, суки. А у меня там, значит, не только картошка, а у меня там, короче, палочки какие-то, я взял с куриные палочки, короче, я очень странный набор взял в Burger King, на самом деле, но в общем, и это всё невозможно было жрать без моего соуса барбекю. И короче, я прям написал, кстати, ещё, в приложении Яндекс.Хрени, можно только оценить, короче, доставщика, по-моему, но не сам ресторан, не жрачку, вот так. Хотя у жрачек есть рейтинги, там, по-моему, значит, только жрачку можно. Значит, только жрачку. Потому что там у жрачек есть звёздочки, да-да-да. Да-да-да-да. А саму доставку нельзя оценить, и это как-то странно, а в Delivery Club'е всё можно оценить, в приложении. И я прям так и написал, короче, супер короткий комментарий, что не положили барбекю соус. Мне через буквально 10 минут пришла смс, что приходите с таким-то номером в Burger King, причём прям, вот говорят, на Соне Кривой, то есть тот, который мне доставлял у нас в центре, типа, и, короче, заберите его и маленькую картошку. Ну, я понимаю, что я должен, например, сам к ним прийти ещё, за маленькой картошкой и барбекю соусом, и что они вообще там не обязаны были в барбекю соус положить, потому что я заплатил за него тупо. Вот, но тем не менее, сервис какой-то есть, сервис какой-то, что-то имеется. Не то, чтобы я за это бы чаевые оставлял, вот, но что-то делают, что-то есть какая-то жизнь. Буркер Кинг вообще сложно чаевые оставлять, там нет как таковой именно работы людей. Ну, то есть... Да они же... Понятно, что в фастфуде оставлять чаевые, это как бы... Это вообще какая-то либо барщина, либо, не знаю, сильная любовь к фастфуду, к фастфудным чувакам. Возможно, у них там позиций даже таких нет. То есть это тупо, если ты кассиру оставляешь чаевые, он их просто кладёт сразу в карман и всё. И как бы... Ну, и вечером на них покупают пиво или, я не знаю, спички, в зависимости от того, сколько ты ему оставил. Вот. Но... Да. Да-да. Да не, но, кстати, хрен его знает. Вообще, мне кажется, что как раз в ресторанах там сразу на пиво и спички. Вообще, там, наверное, делят на всю команду, типа, якобы. Это по-разному. Это всегда зависит от заведения. Я сколько не пытался разговориться с официантами, всегда это было по-разному. То есть они мне прям говорили, что, типа, чувак, у нас вот так. А у нас там треть всегда, например, бармену. Хотя, ну, то есть, если даже ты просто там три стейка заказал, бармен не имеет к этому отношения. Но из-за того, что он меньше работает в полях, он не может там улыбнуться там или что-то такое сделать. Ну, если только не за барной стойкой чувак сидит, но, опять же, это как бы меньше объективно. Вот. То, конечно, да. Поэтому треть всегда бармену там, а остальное там... Ну, короче, да, где-то делится, а где-то прям кто что берет. Причем, это, опять же, зависит от того, насколько у них зарплаты большие. То есть очень часто бывает так, что у них зарплаты там ноль целых хрен десятых, а остальное это именно только чаевые. И тогда они, конечно же, берут себе все чаевые, потому что это практически их основной заработок. Короче, по-настоящий хреновины, по-разному, да. Вот такая интересная хреновина. Ну, слушай, действительно, достаточно интересная хреновина. Вообще, об интересной хреновине я все время, пока мы говорили, в Вовку играю. И довольно-таки интересная хреновина. А что там в Вовке вообще говорят, сейчас показывают? Я смотрю актуальный контент, то есть я именно в видениях Нзота сейчас, вот, и там именно есть часть контента, который дейли контент, ежедневный, есть часть, который уикли контент, вот, и есть просто там, ну, освоиться немножко, понять вообще, что за порча там, что за предметы какие-то там. Ну, короче, там много разного всякого интересного. И оно, опять же, к сожалению, вот очень много они подвезли всякого контента, в том числе такого повторяющегося. И даже смотри, условно, мехагон, он уже был там три патча назад. Но у меня, я выполнил там все дерьмо по сюжету, и даже пару раз туда приходил именно по дейли контенту. А там, опять же, как только ты сюжет весь выполнил, все, ты туда приходишь и каждый день дейлики делаешь. Так вот, я туда приходил пару раз дейлики делал, выполнил весь сюжет, и у меня и то меньше там репутации, чем с актуальными вот новыми фракциями, которые сейчас введение Хэнзота. И это так тупо, потому что, ну, окей, они, возможно, это сделали, ну, как бы рейты какие-то, сейчас много репки валятся, потому что все хотели в актуальное дерьмо играть. Но, блин, дело в том, что именно смехагоновская фракция она нужна в ачивке по полетам. И получается, что я не могу летать из-за того, что я позапрошлый контент не додрочил. И он именно самый скучный, самый блевотный, самый противный. Короче, это прям реальное упущение. И на него нету локалок. На мехагон нет локалок. Там в чем хинт с локалками? Если локалка с конкретной фракцией, точнее, не локалка, а эмиссар, если, типа, нужно выполнить четыре локалки, каждый день добавляется такое, что нужно выполнить четыре локалки за какую-то фракцию. Если это та фракция, которая, ну, тебя интересует, за нее дают полторы тысячи репутаций. Полторы тысячи это до хрена. Я почти всю свою репутацию, которую я зафармил, я ее зафармил именно на заданиях эмиссаров. Потому что нужно всего-то зайти и в день четыре локалки выполнить, это там час. Час, это если ты еще ползком это как-то делаешь и тупишь еще очень сильно и не знаешь, как там и что. Вот. А если так, ну там 40 минут, и ты сразу получаешь полторы тысячи репутаций. И только делая это дерьмо, и то в принципе можно всю репутацию апнуть и нормально все будет. Но на мехагоновскую фракцию, называется ржаболтовское сопротивление, на нее нет локалок. И там надо именно в тупую просто дейлики делать, как в Берлинг Круссейде, когда ты заходишь и каждый день захватываешь тралмары. Каждый день там три башни захватываешь. И тебе это дают сто репутаций. А надо тебе как обычно до превознесения. Это в сумме там тысяч сорок. И просто или я тупой и что-то я не знаю, как в мехагоне это делается нормально по-манчкински. Или я не знаю. Ну в общем и там еще локация такая противная. И там все так плохо. И я из-за этого уже у меня достаточно актуальный шмот. Я там много чего могу сделать, но я все еще не могу летать. Тупо из-за того, что я вот все еще с мехагоном не апнул репутацию. И ну чем дальше влез, тем больше мне кажется, что я что-то не знаю. Какой-то механики, с которой ну так же удобно можно с ними апать репутацию, как это происходит в этом в других фракциях. Ну правда, это что-то странное. А здесь введение Хэнзота мне прям интересно. То есть здесь есть жуткие введения Horrific Visions. И Horrific Visions это контент, он и не раз в день, и не раз в неделю в него можно бесконечно ходить, но он за токены. Вот. Причем он, смотри, чтобы туда попасть нужен сосуд душ. Ну типа ты там жертвуешь какую-то душу, чтобы попасть в это ужасное введение. Ужасное введение это типа фейковое будущее, в котором Огримар или Штормград уже захвачен зотовцами. И соответственно ты туда приходишь и ну там убиваешь типа там Тралла, Аллерию, которые именно пораженные, там зараженные и так далее. Чтобы туда попасть, это практически типа Рогалайк, но только здесь разумеется у тебя не генерится сам, так скажем, контент. В смысле, что Огримар тебе не генерится, он всегда одинаковый, там всегда в первой стадии Тралл там, ну и так далее и тому подобное. Вот. Но там именно бонусы каждую неделю разные и дебафы, с которыми тебе надо играть. И там иногда Ваня тебе бонусы, типа просто там, если ты стоишь на месте, время идет быстрее и у тебя этот, рассудок теряется быстрее. А там главная механика, что ты в этих жутких видениях долго не можешь находиться. У тебя каждую секунду тратится здравомыслие и как только оно падает в ноль, все, ты типа просыпаешься. Смешно про здравомыслие. Оно так и называется здравомыслие, причем по бреду. Вот. И короче говоря, там, ну опять же, есть, сейчас, блин, у меня вода кончилась. Плохо. Вот. Так. Короче говоря, там получается, что ты можешь бонусами восстанавливать себе здравомыслие. Если вдруг ты упал, а ты в пати, то у тебя некоторые чуваки могут пожертвовать свое здравомыслие, чтобы тебя воскресить. Ну короче, достаточно прикольное дерьмо. Вот. Но да. Там, получается, ты можешь находиться, в принципе, тебе хватает времени, чтобы убить босса. По крайней мере, вот я пока только был в первом Хорифик Виженсе. Первый Хорифик Вижен, это в Штормграде надо убить Аллерию, там в храме, по-моему, в Престовском. А в Огримаре тебе надо убить Тралла, он просто тупо в крепости вождя, там по центру. И тебе хватает времени просто, ну, упороться как много для того, чтобы все это сделать. То есть ты это делаешь абсолютно спокойно. Вот. А потом, потом, ты, грубо говоря, сразу вылетаешь оттуда, даже если у тебя осталась здравомысля, все, конец. Получаешь награду, там и так далее. Насколько я понял, если ты ходишь в пати, у тебя больше награда, просто потому, что ты, это сложнее становится. То есть там именно у всех ХП больше, у врагов. И ты из-за этого дольше с ними сражаешься, и все. Вот. А так в целом прикольно. Каждый раз, когда ты туда заходишь за этот токен, ты можешь там получать там оскверненные реликвии. Эти оскверненные реликвии ты вкачиваешь в другие улучшения, практически как гарнизон улучшаешь. Вот. И, короче говоря, там, соответственно, когда ты их все улучшишь, ты сможешь еще за эти реликвии там что-то покупать у Гневиона. Ну, там какие-то трансмагрификации. Ну, как обычно, короче. Много всякого. То есть, туда можно ходить по КД. Пока у тебя есть эти токены. Эти токены тоже надо собирать вот на дейли и уикли ивентах, потому что там есть именно тоже видения, злые видения, но только не в городах, а именно физически в Ульдуме и в вечноцветущем доле. Там нападают приспешники кинзота и ты именно когда эти нападения отражаешь, там за кучу всяких квестов тебе дают токены, чтобы ходить в жуткие видения. Вот. В общем, схема обычная, гриндовская. А есть еще ежедневные видения. Это именно видения не в городах, а опять же вот в этих двух локациях, в которых тоже у тебя есть здравомыслие. Восстанавливать ты его там никак не можешь и там только раз в день можно ходить. В них внутри есть, во-первых, квесты, ну, то есть тупо там убить, как обычно, шесть там писек и сисек. Вот. В них есть рарники внутри, в них ты видишь всех других игроков, то есть там сразу песочница именно со всеми. Вот. И да, там ты тоже, получается, дропаешь эти реликвии. Чем дольше ты в нем продерживаешься, тем больше у тебя награда. Чем больше лутбокс в конце. То есть тут наслоение разных всяких видений, прикольщиков и так далее. И они это как-то круто сделали, не блевотно. Туда реально хочется ходить, хочется находить это все, видеть и что-то как-то играть. Мне прям нравится. А ты мне скажешь, почему вообще сюжетно Гневион там вообще есть? Это, ты говоришь, Смертокрыл сын Смертокрыл? Это сын Смертокрыл. Это сын-сын. Ага. А что он там делает вообще? Он типа умный. Он знает. Из-за того, что у него отец, по сути, Смертокрыл, он же тоже сговнился именно из Анзота. А поскольку он сговнился из Анзота, и в принципе самому Гневиону типа это стрёмно было всегда. Его бесило, что вот дерьмо, а теперь все думают, что чёрные драконы это тупой говно. А чёрные драконы изначально были такие же драконы, как все. То есть практически ня-ня-ня и ми-ми-ми. Ну драконы и драконы, ну чёрные и чёрные. По Лебедичу. Но в общем и в целом они тоже как бы были норм. Вот. А ему стало обидно, что все к ним предвзято относятся, и он хочет восстановить репутацию чёрных драконов. Если ты понимал, его ещё в яйце нашли и спасли от скверны, поэтому он норм. Он как бы, ну, не злой. Угу, угу. Вот. Понятно. И он просто из-за того, что у него отец тоже в Анзоте, он тупо знает Анзота, и он поэтому нам всем героям Азерота помогает, потому что он тупо знает, как с этим справиться, и всё. Но он как бы из-за Орду, из-за Альянс всем помогает. Да, он и в Пандарии, когда был маленьким ребёночком, он тоже был из-за Орду, из-за Альянс, помогал против Гороша там и так далее. Потому что там тоже был и Шарадж, древние боги, и он тоже типа шарил чударик. Короче, он анти-древний богач. Да, он анти-древний богач. Причём, знаешь, Близзы ещё именно прикольно так сделали, когда ты только начинал, соответственно, смотреть в спойлеры, там вот в этом последнем рейде Неолота, хоп, и один из боссов Гневион. И там именно сговнённый Гневион, и всё-таки, блин, дерьмо, он всё-таки сговнится. А потом, оказывается, когда уже все пошли в Неолоту, ты туда заходишь, и реально первый самый босс Гневион, но это именно иллюзия, которую насылает Нзот, и чтобы мы подумали, что даже Гневион сговнился там, и всё такое. Короче, прикольно. И Близзы, получается, с фанатами. мы тоже так поиграли, потому что там именно ааа, мы все-таки гневён, даже сговнился, дерьмо. Я тоже, я именно, когда мы с Костиком стримили, вот последний стрим, я именно максимально ждал, когда же он сюжетно сговнится, и почему. Ну, типа, чё там такого с ним сделают? Он же там всё знает, умеет противиться, и так далее. Вот, но нет. И, короче говоря, оказывается, что вот, это просто фейк. А когда только вывернут, да-да-да, там вы там вывернули. И это прикольно, даже вывернули. Мне, опять же, тупо понравилось, как это всё сделали. Вообще, это хорошее контентное, хорошее контентное дополнение. Опять же, я с Костей там вспоминал, что до этого было дополнение, вот когда в Пандаре 8.3 последний патч, просто тупое говно, от него наблевали все. Он, во-первых, был актуален где-то 9 месяцев, а сам понимаешь, 9 месяцев это вообще не пикник, это реально много. И, короче говоря, ну, то есть, долго было и тупо всем наскучивает этот вневременной остров, который как раз там был добавлен в том патч и всё такое. В общем, а тут они прям не очень долго делают фазу дополнения, актуальности. И это как-то даже всем это нравится. Поэтому я тоже только рад. Ну да, мне кажется, как раз вот именно в таких вещах, особенно как контент, в МРПГ надолго затягивать не стоит, потому что это ну такое себе. И мне кажется, много вываливать тоже не стоит. Это да, много тоже не стоит. Надо порционненько там хреначить. Я-то думал, если честно, у них уже расписано, у них всё должно быть одинаковое количество, одинаково, порционно, там настолько уже у них гениально должно быть, что они, оказывается, там что-то ещё экспериментируют. Ну да, они экспериментируют. И самое главное, что в общем эксперименты удаются. Здесь они добавили ещё систему поражения порчи у шмоток, что у всех рейдовых и данжевых шмоток, которые ты получаешь, у них есть шанс, что будет порча. И эта порча, она, у неё есть прям шкала, и у тебя прям в настройках твоего персонажа есть сколько у тебя порчи сейчас. Чем больше порчи, тебе порча даёт и баф, и дебаф. И в принципе есть разные билды, которые даже основаны на том, что ты до хрена порчи словил, и ты вроде как бы машину для убийства. Ну да, есть как бы минусы, что там у тебя от чего-то там разный урон там всякий и так далее, ты получаешь. Но зато при этом ты там супер хилер или что-то типа того. Короче говоря, достаточно прикольно. Они сказали, что это только на этот патч. Это не меняет систему там кованым титанами и закалённые в бою. Это когда шмотки просто плюс 5 левелов там плюс сколько-то ещё и так далее. То есть просто на время именно этого патча у них так. А по факту, конечно, они не отменяют старую систему и дальше в Shadowlands'ах будет опять старая система кованая титанами и закалённого в бою. Ну понятно. Прикольно, прикольно. Там что-то... То есть там какие-то прям сильные темы с Нзотом тут происходят. Тут прям очень интересно, опять же. Я вот сейчас случайно упал с лестницы. А ты в итоге будешь по приколу... Ты же всё равно иногда по приколу пробуешь создавать вот эту новую расу вульперов. Просто персонажей поржать. потому что как минимум там есть квест в самом начале этой расы типа вот и в Орде. Потому что там ты вначале приходишь и сразу докладываешь то ли там Сильване, то ли ну Бейну соответственно. Потому что ты когда включаешь вульпер уже Бейн вождь. Вот. И короче говоря именно так, что ты докладываешь и дают во-первых ачивку и кроме ачивки ещё дают эту накидку. Ну сам понимаешь я такое не пропускаю поэтому я обязательно создам во-первых. Во-вторых с патча 8.3 они переделали ДКшную начальную линейку. Там теперь наконец-то не Артас а Булвар. И я вот думал возможно убить двух зайцев и сделать так чтобы создать вульпера. ДКшного да-да-да-да и посмотреть Интересно как он выглядит. Да как? Так. То же самое просто глазки синенькие. Причём там по-моему есть вариант теперь жёлтых глазок для ДК. Я не помню точно есть для всех или не для всех ну там как обычно они играются с разными вариантами и да. Я понял да. Блин ну то есть обновляют ещё старые классы даже если мы говорим про ДК. Да. Мощно. Ну а видишь ты же понимаешь что в Shadowlands ДК они опять играют большую роль? Угу. Ну потому что там Болвар Сильвана его так скажем обманула там забрала у него корона сломала её то есть в принципе мы опять возвращаемся к тому что Болвар это Биг Дил поскольку поскольку он Биг Дил его надо как-то вводить заново и вот поэтому ты да ты можешь собственно просто ну это нелепо как минимум то что ты начиная за ДК проходишь за Артаса хрень хотя он уже сто лет как умер ну понятно что в Вовке этого полно когда там вождь горош всё ещё в разных старых квестах там и локациях хотя он уже сто лет как не горош но тем не менее да поэтому я всячески всем кто World of Warcraft и думает возвращаться или не возвращаться я всячески всем советую 8-3 дополнения оно очень много причём это видишь это не рехэш говна потому что в общем и в целом в БФА очень много тупо с Легиона взято и просто сменили декорацию а по факту Легион вот этого не было вообще ещё ни разу то есть это это прям ну новое новое дерьмо ключевое конечно дерьмо но тем не менее это прям ну новые интересные механики и прям прикольно здесь опять же причём фан-сервис в Пандаре легендарная шмотка была плащ и его получение тоже было связано с линейкой Гневиона тогда ещё молодого теперь здесь снова за Гневиона он даёт легендарный плащ но тут уже прям интересно тут ты его улучшаешь как раз ходя в эти horrific visions ты каждый раз получаешь токен плюс 2 левела к плащу ну это же это как бы прикольно причём а прокачав плащ как раз таки плащ по сюжету тебя от порчи защищает и ты вот я сейчас у меня один раз ещё надо прокачать плащ для того чтобы в следующее ведение не там где трал а там где кто-то уже другой пойти и там уже и награды посильнее и здравомыслие сильнее уменьшается короче там прям хочется это интересно и это подготовка к тому что в Shadowlands они планируют новый тип контента вот эта башня или а не башня а мо утроба а там будет полный рогалайк там даже именно всё что вокруг оно будет генериться и там именно ты туда будешь заходить и да и каждый раз тоже чем ты круче тем ты сможешь дальше дойти и там награды и так далее и они просто предвещая то что там будет такой тип контента они уже вот здесь сделали подобный же мне нравится я кстати не против таких экспериментов ну кто-то может быть наверное скажет что да фу Вовка скатилась какие рогалайки какие там чё а я считаю это всё что можно попробовать в ММО особенно в таких как Вов в которых реально миллиард занятий которыми можно заняться всё это надо пробовать рыночек то есть игроки они порешают в чё-то просто не будут ходить и всё например опять же для питомцев чтобы ты знал уже даже данжи есть которые ты именно полностью там боссы очень сложные просто до свидания я самый первый питомцевый данжи не смог пройти во-первых ты его проходишь в 100 часов больше чем обычный данж потому что ты после каждого боя эти у тебя питомцы резать надо их лечить это каждый раз там по 8 минут ты ждёшь а ты ещё только со 100 500 попытки можешь побить короче это до свидос чё но они вот в 8-3 даже опять новый питомцевый данж выпустили то ли БРД то ли БРС мои любимые и теперь есть питомцевый вариант там как раз маленьких драконидиков дракончиков там убивают то есть там именно это ещё сюжетно это там типа ты уже основной данж этот прошёл и там уже их питомцы там этих боссов старых короче там вообще очень круто вот они это делают значит видимо в битвах питомцев люди участвуют а вот какой-то другой тип контента ну например бойцовскую гильдию её конечно тоже делают но сильно меньше то есть видимо в неё меньше как-то играют то есть ну я делаю такие выводы не знаю насколько они корректны у них всё равно есть какая-то стата может быть им просто что-то меньше нравится что-то больше нравится но тем не менее да то есть видно что они как-то по аналитике смотрят и что-то меняют что-то делают и да так просто понимаешь roguelike ну вообще сама вся Вовка она и вообще на самом деле все мрпг они направлены просто вот на такие подобные активитис так скажем как roguelike темы то есть просто ты заходишь и настраиваешься на то что ты сейчас будешь примерно плюс-минус заниматься повторяющимся делом вот я бы так сказал то есть даже несмотря на то что ты заходишь в патч 8.3 ты всё ещё делаешь там патч 4.0 ну условно говоря то есть это же всё равно по сути повторение просто там с другим сюжетом так если уже совсем до экселя всё разложить в табличку вот ну блин понимаешь оно хотя бы всё равно как-то почему-то почему-то не так противно вот я даже не о противности а о том что всё просто ты заходишь в такие вещи как мрпг чтобы именно медитнуть вот не ты заходишь туда не то чтобы там знаешь короче блин как как тебе сказать какие-то вообще наркоманские вещи увидеть а именно просто медитнуть то есть это вообще немного другой стиль игры и соответственно то что там рок-лайк это мне кажется добавляет только того что ты можешь ещё больше медитнуть то есть сесть и там по несколько раз пробежать одно и то же и ещё и как бы это в пользу себе ну я имею ввиду в игровую пользу себе обратить то есть по-моему как раз такие элементы должны быть вообще даже если они три в ряд сделают в вовке это и то будет есть есть такие локалки которые именно ты три в ряд должен типа ты типа сундук открываешь и там просто ты его открываешь и забираешь награду это именно локальный квест это типа загадки мага какого-то там мадриваса или как-то так это только вот в нажатаре такое есть да они это сделали ну это помнишь как плэнс в эсэ зомби были встроены в вовку да помню тоже было да вот то есть это как бы всё такое то есть почему нет это нормально как мне кажется то есть если ты зашёл уже в натуре в вовку ты зашёл туда не чтобы короче уколоться иглой там наркомании какой-то а просто какие-то вот такие привычные вещи повторить на несколько раз побалдеть именно кайфануть от какой-то вот такой медитации поэтому всё нормально мне кажется ну да да в общем да я просто чтобы ты понимал сейчас как раз вот супер в агримаре прошёл в другую немножко локацию и тут реально сильнее отбавляется это здравомыслие но мне сюда надо по квесту чтобы улучшить плащ поэтому я так и так буду здесь и очень интересно здесь здесь есть сюжет я всё-таки в вовку не только захожу деграднуть и медитнуть но ещё и типа посмотреть разный прикольный сюжет и он здесь реально интересный то есть эти видения то что тут внутри этих видений ты реально помогаешь там ну внутриигровым каким-то там персонажем что-то сделать в общем круто круто по всем параметрам круто то что они ещё туда сюжет добавляют вообще в принципе они там выдумывают каждый раз разный досвидос это вообще конечно да то есть по сути они могли бы просто типа знаешь не заморачиваясь делать супер тупую хрень хотя конечно то что там они делают с Сильваной возможно это и есть супер тупой хрень но тем не менее короче они там что-то придумывают каждый раз ну да да в общем и в целом я надеюсь вывернут мы с тобой уже это тысячу раз обсуждали я очень надеюсь что с Сильваной они как-то это нормально всё объяснят потому что в противном случае блин ну какого хрена тогда их сценаристы вообще едят свой хлеб я буду вот именно это выражение использовать едят свой хлеб ну блин камон согласен придумайте что-нибудь поинтереснее это слишком банальное дерьмо если просто это тупо злой персонаж потому что злой ну что ну согласен совсем что ли фантазии уже нет я буду именно по детям совсем что ли уже да кстати я хотел спросить я вот люблю вот я Костю на стриме спрашивал Костя что должно произойти чтобы ты начал читать книги по Вовке ну то есть просто это реально очень хорошее дополнение к геймплею когда ты читаешь то что ты тут происходит это просто тупо интереснее играть ты больше времени опять же проходишь ты больше это пропускаешь через себя и так далее на что он мне как раз сказал что у него вот есть артбук и он даже этот артбук еще никак не может прочитать потому что вот да потому что не может и соответственно он бизнесмен занятой конечно просто нету говорит времени у меня никогда в жизни не было времени и все такое ну Костя привет ты же нас наверняка сейчас слушаешь ты крутой он просто сказал что у меня никогда в жизни не было времени я надеюсь ты этот стрим все-таки в записи когда-то посмотришь он реально стоит того он прикольный так вот не было в жизни никогда времени и суть в том что я тебе сейчас также задаю вопрос что должно произойти чтобы ты тупо зашел медитнуть в Вовку просто даже вот то есть ты мне не про все-таки не про книги задаешь нет это у меня как у Кости для всех разные вопросы это свидос какой-то вообще но по поводу Вовки я не знаю потому что короче у меня на самом деле она оплачена и я не уверен что она будет не оплачена снова возможно будет вот но у меня настолько много вокруг меня контента и у меня по Косте короче нет времени потому что я бизнесмен занятой на самом деле просто тупо ленюсь но у меня настолько вокруг много контента что я не уверен что я в Вовку сейчас могу зайти короче я не уверен что я не могу себе добавить еще больше хаоса в свою жизнь скажем так Вовкой вот поэтому я лучше ее оставлю когда у меня не знаю когда у меня в тюрьму когда я старый буду короче когда я буду на пенсии я не знаю то есть в какой-то момент будет там или просто у меня будет какая-то неделька странного настроения Вовки но пока вокруг меня просто я не могу я умру скоро от количества контента вообще вот которая есть у меня начиная от нечитанных комиксов нечитанных книжек где у меня там тонна игры престолов лежит короче вообще там досвидос чё и просто короче я я умираю от контента честно скажу вот умирая от количества купленных игр и неигранных и поэтому не знаю что должно произойти не представляю но тем не менее я тогда вот недавно находился время чуть-чуть на вовку поиграть возможно когда-нибудь найду еще поиграть тем более у меня сейчас просто я могу зайти и поиграть потому что у меня просто клиент установлен бабки заплачены уплочено и там по моему меня подписка на полгода поэтому я могу в любой момент типа зайти просто главное зайти но повторюсь просто я короче сижу и у меня песок сквозь пальцы мем только контент сквозь пальцы мем у меня вот и короче я иногда даже ловлю себя на мысли что у меня какие-нибудь там три youtube ролика начаты но не закончены какие-нибудь условные подкасты отвратительных мужиков какой-нибудь какие-нибудь камера села про комиксы еще какое-нибудь одно говно все это начато открыто и я такой как что что происходит вообще где я как я короче вот и поэтому а какие во первых камеры села все еще слушаешь да и смотрю я смотрю смотрите чем я это смотрю под жрачку мне именно есть я вообще на ю тубе не то чтобы много смотрю чего у меня именно просто вот есть несколько каналов которые я смотрю именно что-то под жрачку смотрю например камеры села я под жрачку смотрим максимально то есть это нас только какое-то опять же медитационной до прямок, где чувак покупает комиксы, тебе не нужно даже для этого их покупать, где он их постоянно... Это субнимация, я понял, ты как бы будто это ты покупаешь, а так ты слушаешь его и... Да, 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 оно максимально успокаивает, то есть ты сидишь хаваешь, короче, чувак говорит в том, что шарит, короче, и сидишь балдеешь, вот, и у меня так некоторые ролики по чаты бывают, ну, то есть я стараюсь их заканчивать более-менее, на самом деле то, что я сейчас тебе сказал, я закончил, я посмотрел до конца, вот, но тем не менее бывает, что початая и не законченная, и это именно очень сильно, короче, сбивает вообще со всего, и хочется вроде закончить, и потом, а-а-а, и все, это уже ушло, короче, и поэтому я стараюсь уже не начинать даже лучше какие-то вещи, чтобы еще больше не умереть под этим, вот так, я, например, так очень много дудя не начинаю, потому что я знаю, что я это не осилю просто тупо, и тем более там мне еще не очень интересные чуваки приходят, ну, плюс-минус, я тем более, ты же знаешь, я со странным выбором вообще роликов дудя, короче, чтобы их смотреть, вот, и поэтому для меня именно должен какой-то там, не знаю, кто прийти, чтобы я посмотрел, и, короче, я поэтому откладываю всякие такие вещи, и поэтому... Ну, Путин бы посмотрел? Ну, Путин обязательно посмотрел, вот, и все бы отложил, на самом деле, ради этого, короче, и даже не прерывался бы, вот, поэтому, короче, такое, такое, поэтому Вовка, это, но тем не менее, напоминаю, что у меня она настолько, ну, вот, открой и играй, plug-on-the-play практически, ну, я, правда, я открою этот батлнет, у меня там обновляться будет, ну, да, там обновить надо будет чуть-чуть, а так, да, да, но не то, чтобы это что-то страшное, вот, так что вот такой у меня тебе ответ, ответ на твой вопрос. Я не знаю, тут я тебе сказал бы по Саньку, что надо по бритве о камне отсечь лично, но, собственно, вот ты и отсек, поэтому тут как бы о чем говорить. Да, я как... Да, я что-то отсекаю, тем более мне еще и английский на который, и, короче, в общем, страшно, страшно жить, честно тебе скажу, поэтому Вовка, это пока немножко откладно, но, говорю же, я вот, сколько я поиграл там, сколько там, 40 своих уровней за нежить покачал, если я сейчас, короче, вернусь в Вовку, открою Вовку, вот если я, предположим, сейчас открыл Вовку, я продолжу за нежить, то есть не то, что я сейчас снова обнуляюсь делаю, и создам там... А, ну за Вульпер-то и как? Там 100 репутей надо. Ну за Вульпер-то и никак. Чтобы только попытаться их подключить. Да и мне насрать на Вульперов, мне очень понравились нежить, на самом деле, вот, и похрен на Вульперов, честно. Вот мне... Бывает, знаешь, у нас есть вот, опять же, Саня для примера, его трогают некоторые новые вещи Вовки, именно с точки зрения, зайду и поиграю за этого, за Личу. Меня в этом плане не трогают, хотя я играл за ДК, и мне сложно сказать, что меня не трогает новые вещи, но когда я играл за ДК, ДК уже не были новые особо. Вот. И, короче, меня просто какие-то определенные трогают эти, и поэтому я именно, вот, я бы за нежить продолжил играть за своего этого... Кто у меня? Демонолог этот? Вот, короче. И нормально. То есть, если... В любом случае, если я открою, я продолжу с этого, и у меня вообще, если честно, опять же, по бритве Акама я отрежу все начальные уровни, если я зайду, нажму повышение уровня до максимального, чтобы просто уже играть в то, что актуально, потому что я понял, что в этой жизни не хватит времени на все, короче. И классно было бы, конечно, все посмотреть, когда-нибудь пройти, но раз уже сейчас, ну, просто лучше поиграть в актуальное, то лучше уж поиграть в актуальное, чем вообще не поиграть. Вот, поэтому я здесь... Сейчас реально... Это мой вечный совет Сане, что не надо мучить жопу, можно просто взять и, ну, как бы, в актуальное дерьмо поиграть. Оно реально не блевотное, оно достаточно прикольное, поэтому... Вот, и это как, знаешь, его хотя бы можно обсудить как-то новое, то есть, и у тебя это сейчас свежо, то есть, если бы я сейчас залетал, я бы реально... Тем более у меня есть ап персонажа сейчас, просто халявный, опять же, поэтому я могу это сделать. Кстати, я не знаю, он сохранится, если, допустим, новый патч выйдет не с хрена. Этот ап, наверное, он только до 100... Сохранится, сохранится. У меня их три было в какой-то момент, до 90-го, до 100-го и до 110-го. Ну вот. Он не апгрейдится, что, ну, был до 90-го, он так и останется до 90-го, и казалось бы, на хрена тебе персонаж 90-го левела, но по факту останется, да. Ну, понятно, то есть, они это сохраняют. Вот, так что Вовка такая... Ну, книги по Вовке, соответственно, если бы ты меня спрашивал, будут ли я читать книги по Вовке, они бы были еще так же... Еще так же бесконечно далеко. Они еще на один стак дальше, да. Да-да-да, я понимаю. Вот, поэтому... Хотя я понимаю, что там прикольно, но у меня, опять же, фантастики читать, именно фэн... Вот фэнтези именно читать, это просто умеет... Во-первых, напоминаю, вся Игра Престолов. Во-вторых, я, короче, задумался недавно про то, что я, напоминаю, начал читать Ника Перумова про «Алмазный меч, деревянный меч», который у нас стал мемом. Вообще, название «Алмазный меч, деревянный меч» у нас стал мемом. И мне сейчас... Да, было. Фэнтезирую в памяти себя старого, который читал эту книжку, и мне кажется, что это гениальное было фэнтези на тот момент. И мне сейчас, опять же, может быть, я сейчас возьму и наблюю, а я как беру обычно? Я же не беру так, что я беру, а я беру в лабиринте, все покупаю сразу, вот. А потом начинаю читать и не читаю. Вот так. У меня такой стиль. То есть я не беру и в PDF-ке не открываю, первый абзац не читаю и, ой, не нравится, закрываю. А я сразу покупаю все и потом не читаю. То есть вот такое время. И, короче, соответственно, мне сейчас я... У меня это сейчас в отложенных в лабиринте, но оно в ожид... То есть оно ожидается в лабиринте. Это значит, что настолько русское фэнтези, видимо, не закупают, уже Ника Перумова, видимо, никто не читает, это какие-то девяностые, короче. Вот. Что, видимо, пусть оно так дальше и ожидается, там лежит. Слава богу, они его не завозят. Я хотя бы на что-то другое там посмотрю, на что у меня уже есть, короче. Вот. Ну, кстати, это одна из причин, по которой я когда тебе думал о подарке, я думал купить тупо всех ведьмаков. Вот. И меня остановило две вещи. Первое — это то, что фактически нигде... Именно я смотрел, какие издательства его выпускают, смотрел, какие были издания, как они были оформлены там и так далее, насколько они актуальны там. Ну, короче, я задрочил тему. И того именно издания, которое классное, уже первых книг, которые там, последнее желание и вот это все, уже их нету нигде. Это только уже на Авито брать. А нового переиздания еще не издали все книги. Из нового переиздания, которое тоже норм, издали только первые четыре. И, короче, меня, во-первых, это остановило, а, во-вторых, я потом уже сам себе тоже ответил, что ты говорил, что ты начал читать «Игру престолов», и не говорил, что ее закончил читать. Скорее всего, ты ее не закончил читать. И я понял, что, ну, типа, окей, насрать. Ну, да. Книги — это прикольно, опять же, как ты так любишь себе сам это взять. И, наверное, ты бы и подарку был рад. Но я бы хотел, чтобы он был более прикладной в том смысле, чтобы ты реально его начал сразу там плюс-минус использовать. Поэтому... Да-да-да. И ты знаешь, ты можешь это запланировать на следующей ДР, и, возможно, опять не изменится ситуация. Причем не как с прочитыванием «Игры престолов», так и с выпуском нового издания у издательства сейчас этот год. Поэтому у нас, понимаешь, мы уже немножко здесь азиатски умудренные. Года, они, так, знаешь, идут, и ты, короче, на прошлый ДР купил, на этот только начал использовать. Оно как бы такое, знаешь... Мы не спешим. Ну, кто понял жизнь, тот не спешит, потому что, во-первых... А во-вторых, потому что подарки на ДР, они, вот, кстати, они не всегда должны быть максимально прям практичны и так далее. Я напоминаю, что подарок на ДР, всегда мне еще родители говорили, нужно дарить то, что человек сам себе не купит. Типа то, что он бы хотел, но самому ему вподляк на это тратить деньги, потому что, в общем и в целом, это не то, что ты должен пачку трусов. Пачку трусов он и сам купит. Какой смысл ему ее дарить? Типа просто сэкономить денег? Ну, окей. Не будет вот этого куража, который именно человек ловит от того, что, блин, всегда хотел, но это как, я не знаю, хотеть радиоуправляемую машинку. Допустим, кто-то всегда хотел, но, камон, на полном серьезе покупать себе радиоуправляемую машинку, это как-то фриково странно будет. Вот, да. Да-да-да, я согласен с тобой, и тогда внутри кайфанешь, потому что внутри сам не купил, но тебе подарили, и ты такой, о, блин, балдеж. Вроде и денег не потратил. И даже, самое главное, не в деньгах, опять же, счастье, а не потратил вот эту какую-то энергию на то, чтобы, значит, осознать, что ты купил сам себе машинку. Вот за тебя купили тебе машинку, как бы и нормально. Вот да, да-да-да. Потратить энергию – это хорошая метафора. Я помню, мы ее использовали именно когда, чтобы не принимать мелких решений, ну, наверное, и не мы, мы, опять же, где-то услышали, там, где-то что-то как-то, что, типа, когда там, ну, вот как Шелдон, он себе выработал систему, по которой он покупал, он не покупал, а надевал вещи, там, эти по четвергам, эти по средам, там, и так далее. И он это сделал просто, чтобы себе, ну, типа, освободить башку просто и не думать об этом каждый день, что там покупать и так далее, и тому подобное. Вот. А на самом деле он всего лишь, как бы, ну, можно было сделать, что он освободил себе таким образом энергию. Вот. И можно было бы, по идее, также здесь. Но да. Ну да. Ну, круто. Чё? В общем, даже неплохо как-то мы поговорили. Я, в общем и целом… Согласен. Почти всё, чё можно было сегодня в Вовке сделал, тут дальше уже только в какие-то глубины лезть, в них я уже на ночь глядя лезть не буду. Угу. Вот. А чё там за глубины могут быть? Я не представляю. Мне кажется, тебя уже ничего не может испугать именно незнанием контента, скажем так. Мне кажется, ты уже как рентгеном смотришь на Вовку. Я, это правда. Просто, ну, я из-за того, что я как рентгеном её смотрю, я знаю, куда мне ещё можно пойти и чё поделать. Если именно вестись на всё вот это, то я из неё, во-первых, не выльзу никогда. Вот. А во-вторых, наблюю. Потому что я уверен, что есть тот момент, когда даже мне противит, если переборщить. Поэтому я всегда умышленно тоже не переборщиваю. Недосказанность оставляешь. Я понял. Да, да, да. Должна быть какая-то загадка, как в женщине в Вовке. Если ты как бы всё будешь использовать, и всё, ну, короче, переберёшь с этим, ну, а смысл? И ты удовольствие не получишь. Если потихонечку, по чуть-чуть это дозировать, то как бы да. Просто ещё видишь, сегодня среда, сегодня всё вайпнулось, ну, типа, сегодня всё переменилось. И, соответственно, ну, да, надо как бы много всего сделать за эту неделю. Сходить на 4 БГ, например, сходить в островные экспедиции, полностью кап набрать, сходить во все рейды. Ну, и ты сам понимаешь, кроме этого, надо каждый день, соответственно, ходить в видение. Тут очень много, чем можно заняться. И делать всё в один день, ну, неохота. Во-первых, потом в другие дни нечего будет делать. А во-вторых, опять же, наблюёшь, и будет тупняк. Да, да. Там, кстати, да. Ну, с другой стороны, это, мне кажется, долго ещё делать. Мне кажется, весь день надо себе посвятить, чтобы сделать всё на недельное такое. Ну, так, по-хорошему, если прям с утра сесть. Ну, да, да. Оно, конечно, рука набивается, но из-за того, что сейчас новый патч, новый контент, у меня уже не как тогда был плюс-минус почти самый топ-шмот. И я это всё быстро проносил, просто потому, что все ложились. Сейчас всё поднялось чуть-чуть повыше. И, соответственно, опять я не на коне. Мне нужно ходить в актуальный мифик плюс подземелье. Кстати, я ещё в этом сезоне ни в одно не ходил. Тоже вот это ещё можно поделать. Вот. Я уже, кстати, собрал полностью весь сет трансмагрификации, именно новый, зотовский. Там у меня из башки щупальца торчат, и всё красиво. И на наплечниках тоже двигаются щупальца. Ну, я собрал тот, который LFR-овский, то есть самый лоховской. Латы космической аберрации они называются. Вот. Но они такого блевотно-зелёного цвета. Если бы это было из нормала, там, прикольный фиолетовый. В героике такой красный, алый. Ну, и в эпохальном, естественно, суперфиолетовый такой, с глазиками там. Ну, там. Тот, который мифик, он всегда именно более красивый с точки зрения анимации. И он... Первые три, там реально только цвет меняется. А в самом последнем, там ещё дополнительные щипы, дополнительное всё. Чтоб все видели, кто батька, короче говоря. Угу. Ну да. Да. Это прикольно. Ну, удивительно, что я всего за одну неделю апнул весь ЛФРный вот этот вот сет. Но он, правда, сейчас не только в ЛФРе дропается, он много где, со всех практически activities. Но вот, например, с предыдущего патча весь из Ажаровского дворца я только три предмета апнул. Хотя я там очень долго много всего делал, но они прям редко выпадали, и как-то вот так получилось. То есть... Так что вот... Да, ну для тебя, видимо, легко. Ты уже взял, когда опять же тетрадочка в голове, что делать, какие тасточки передвигать в Вовке. Ты уже сел, и для тебя неделя просмотренного контента, как для новичка условного, там это год, короче. Вот, поэтому ты сразу сел, всё максимально сделал, что нужно. В правильные точки бил Вовке, чтобы правильные вещи апнуть. Ну да. Да, да. Это мастерство непропьёвшую. Знаешь, клонить себя уже просто. Так мы здесь зачем сидим? Конец подкаста чисто про Вовку, да. Остался уже такой. Ну опять же, кто хочет, тот послушает, кто не хочет, тот не будет слушать. Это пришёл спешл. Да, да. У нас это... Опять же, кто-то, может быть, сел и медитирует в Вовку в этот момент. И в этот момент мы там на заднем базаре. Или в линейку. Он не знает про Вовку, но в линейку нормально. Но это не порог. Почему бы и нет? Мы не осуждаем здесь никого. У нас плюрализм мнений. Хотите в линейку, можете и в линейку играть. Но, повторюсь, все, кому не безразличен Вов, можете посмотреть патч 8.3. Я считаю, один из самых прикольных контент-патчей. Здесь именно новые механики, которых до этого в Вове ни разу не было. Это круто. Они не побоялись рискнуть. Они, наверное, прощупали... Ну, ладно, я в микровывод. Они прощупали именно перед Шэдоу Лэнсом. То есть они посмотрят, что и как здесь залетело. И, может быть, на это сделают упор в Шэдоу Лэнсе. Вот. Но, опять же, и молодцы. Чё, и пусть прощупывают, пусть делают под людей. В конце концов, ну, как бы, только ради людей они и работают, по идее. В прямом и в переносном смысле. В прямом смысле, что они деньги зарабатывают. И если людям не понравится, то, как бы, рыночек порешает и всё. Ну, конечно, конечно. Но прикольно, что, знаешь, как бы тебе сказать, они вот реально каждый раз что-то изменяют. Хотя это, напоминаю, уже машина для зарабатывания бабла. Тут что-то там всё меняется постоянно. И даже... Ну, как? То есть вообще люди, которые, например, заходили вот как я давно и сейчас зашли снова. Это вообще-то Вовка, она играет каждый раз новыми красками. То есть молодцы в этом плане. Ну да, да. Они сохраняют преемственность. То есть ты понимаешь, что ты в Вовку зашёл, но она, типа, каждый раз удивляет, опять же. Да. Ты знаешь, типа, взял машину, она похожа. То есть, типа, старый Ford похож на новый Ford, условно говоря. Но это уже новый Ford. Хотя он похож. Типа, дух там сохранился и так далее. Писюх. Хотя бы даже не дух, а решёточка передняя. Решёточка передняя. Ну да. В принципе. В принципе, да. Ну ладно, что? Будем тогда закругляться. Здесь... Давай. Этот подкаст будет быстрее, наверное, чем предыдущий. Тут даже монтировать не надо ничего. Чисто свести две дороги и придумать... А, мы столько хотели подумать, что на видео наложить. Поезда, напоминаю, опять. Но только, блин, у нас здесь 2,40. Столько поездов не бывает, мне кажется. Это надо много роликов соединять между собой. А внутри разве поезда по 10 часов не ездят, мне кажется? Не, по 10 часов нет. Ну, двух максимум я видел часовые. По 10 часов точно нет. Там, чтобы ты понимал, основные все поезда по 9 минут. Слушай, ну мы можем вообще забить на поезда, взять, короче, какой-нибудь зациклить, камин, или гифку зациклить. Гифку из электрички зациклить, что типа в поезде... Ну это уже... Ладно, это я сейчас слизываю, потому что я видел такое... У Мэдисона такое видел, что они типа едут на электричке по шпалам, типа у них называется это. Вот. Но мы можем любое другое дерьмо придумать и зациклить. Но это я так. Кстати, зациклить, это же придется тебе раскопировать все говно. Я даже не представляю, как ты это будешь делать. Это как-то не очень, мне кажется. Особенно если ты трехсекундную гифку будешь на два часа зациклить. Ну, наверное, есть методы. Я погуглю, если мы все-таки остановимся на этом решении. Но можно и, мне кажется, поезда трехчасовые найти или какие-нибудь еще что-нибудь трехчасовое. Что нам? Ну и остров. Мы остров один раз делали, я помню. Я тут не помню на что, но на что-то мы делали остров. И в принципе, по-моему, даже и зашло. Кто-то там даже подржакивал, подобсуждали, вывали. А, собственно, что еще нам надо? Чтобы подржакивали и подобсуждали. Согласен. Мы для этого и написали это. Написали. Да, мы для этого это и написали. 2.44. Ладно, будем тогда давай заканчивать. Давай. Мы будем это озаглавливать номером? Или это спешил без номера? А как тебе больше? Да мне кажется, мы продолж... Зачем нам? Нам надо набивать циферку. А, ну ладно. Пусть будет, да. Номер 225, спешил. И все. Да, конечно. Ну ладно, мы с тобой еще обсудим, как назвать, потому что это... Да и о блогу, конечно, мы же с тобой там выдумываем. Да, это все потом на свежую башку, потому что сейчас надо попить уже и спать быстрее. И пописать. Да и пописать, да. Ну ладно. Все, чуваки. Всем пока. Спасибо всем. Увидимся через неделю. Спасибо, кто дослушал. И мне просто даже будет интересно, там же у YouTube сейчас в новой студии есть всякая аналитика, типа у этого ролика общая глубина просмотров больше, чем у предыдущих. Или там больше уникальных. Ну то есть мне просто даже интересно, будет ли у этого ролика какая-то интересная статистика по своими классическими подкастами. Да, да, какая-то глубина. Ну как там хоп и глубина сейчас минимум прослушали. Блин, ну тогда да. Потому что напомню с ремонтов начиналось. Так они вот ремонт только послушали. И так далее. Да, и все. И фу, там даже какие-то игрульки пошли опять. Да, потом про консоли. Ну посмотрим, посмотрим. Как раз вот все интересно оценить. Возможно, наше пришоу в какой-то момент станет шоу, как мы с тобой предрекали тысячу лет назад. Да, у нас было такое. Возможно, это все-таки случится. Нем. Проклятие. Подкаст. Проклятие. Ну опять же, это трансформация. Мы растем, вы растете. В какой-то формат себя изживает, приходит новый. Гораздо лучше, гораздо хуже было бы, если бы мы просто это все дропнули и сказали, что да. А так, мне кажется... А так мы деградируем, вы деградируете. Все вместе. Вот да. Ну ладно, давайте увидимся тогда. Будем ставить на паузу. И подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok